Добрый день, добрый вечер всем. Сегодня у нас новая встреча экспертно-аналитического клуба. Мы будем говорить о белорусских релакантах, про главные вызовы, с которыми приходится сталкиваться, и как их удается решать. Также обсудим то, как новым белорусским диаспорам удается влиять на политику тех стран, где они оказались, чтобы помочь Беларуси и Украине. Меня зовут Наталья Гонтьевская, я представляю Белорусский пресс-клуб и со-модерирую встречу сегодня. Наши спикеры. Кристина Рихтер, представитель Светланы Тихоновской по правовым вопросам, член рабочей группы МВД Польши по вопросам белорусских беженцев. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. Алина Рудина, руководитель Белорусского информационного центра во Львове. Алина, приветствую. Привет всем. Евгения Уроднич, партнер LegalTex Беларус, консультирует компании по релокейту и открытию бизнеса в Грузии. Евгения, добрый вечер. Здравствуйте. И Александра Мамаева, представитель Народного посольства Беларуси в Словении, секретарь сообщества белорусы зарубежья. Александра, здравствуйте. Добрый день. Спасибо за приглашение. И представлю главного модератора встречи, Вадим Можейко, Белорусский институт стратегических исследований. Вадим, приветствую. Добрый вечер всем. И еще буквально несколько рационных моментов, прежде чем перейдем к дискуссии. Встреча состоит из двух частей. Сначала будут выступления спикеров, затем обсуждения и вопросы. Во второй части каждый из присутствующих может участвовать. Если вы хотите высказаться или что-то прокомментировать, пожалуйста, пишите в чат. Или поднимите руку. Для этого есть соответствующий значок внизу экрана в Zoom. Мы ведем запись встречи. Запись будет доступна чуть позже на канале пресс-клуба в YouTube. И здесь напомню спикерам и всем гостям про правила чат-инхаус. Если вы хотите что-то сказать, что не должно попасть в запись встречи и не должно цитироваться с вашим именем, пожалуйста, перед такой фразой обязательно предупредите. Мы эту фразу удалим из записи. И остальные гости тоже будут знать, что нельзя эту цитату использовать с вашим именем. И сейчас передаю слово модератору дискуссии Вадиму Мажейко. Вадим, вам слова. Большое спасибо. И большое спасибо всем тем, кто сегодня здесь собрался. Мы понимаем всеобщую занятость и то количество дел, с которым каждый из наших сегодняшних спикеров сталкивается каждый день, особенно с учетом актуальных событий. Но мы очень рады, что собрались здесь, потому что, конечно, тема белорусских релокантов, можно там называть релоканты, иммигранты, политические беженцы и еще много разных терминов. Эта тема, прямо скажем, еще не вчера возникла. И какое-то же определенное время мы думали, что стоит об этом сделать дискуссию. Но, конечно, после начала войны в Украине эта тема вдвойне актуализировалась, потому что белорусские релоканты и в Европе, и в других регионах очень резко оказались совсем не одни. Мы видим очень большие волны также людей, которые едут и из Украины, и из России, и из Белоруссии, тех, кто, может быть, не так связан с политическими процессами, но уезжают по другим причинам. И, конечно, все это и актуализирует тему, и создает новые вызовы, новое давление на эти страны. И на эти вызовы в том числе наши сегодняшние спикеры и помогают отмечать. Ну, а для кого-то вся эта новая волна релокации стали вызовом для кого-то самих релокантов, потому что мы все прекрасно знаем, что многим пришлось релокироваться повторно, тем белорусам, которые жили в Украине уже в последнее время. А для кого-то это просто бытовые проблемы, и как-то внезапно оказалось, что ценник на квартиры в 2-3 раза вырос, а прямо скажем, люди в эмиграции сейчас совсем не шокуют, и саммит находится в сложном положении. Поэтому для начала нашей дискуссии я бы хотел поговорить как раз о том, чем отличаются вот эти волны эмиграции из Беларуси. И мы сейчас будем говорить, что есть первая волна эмиграции, вторая волна, и там речь идет про события прошлых веков. Но мы сегодня будем подразумевать под первой волной тех, кто уезжал в 2020-2021 году, и тех, кто уезжает сейчас в 2022-м, уже после начала войны. По вашим впечатлениям, чем эти волны отличаются, кто и в каком количестве, собственно, переезжает. У нас сегодня у каждого из спикеров будет, понятно, все в разных странах, у всех разный взгляд и немножко разный персональный фокус. Поэтому, наверное, в том же порядке, как и обозначено в анонсе, тогда, Кристина, прошу начать с тебя. У тебя фокус и на тех, кто больше, и, безусловно, на такие юридические вопросы, с чем вот эти люди сталкиваются, и чем отличаются те вызовы, которые перед ним стоят. Ну, это, конечно, подстало. Начинать такую тему. Ну, тем не менее, ладно, хорошо, попробую как-то выразить свои мысли. На самом деле, ну, я тоже вот думала про эти волны миграции, да. У меня, на самом деле, какой-то просто, ну, больше активистко-правозащитный, конечно, взгляд на это все, да, потому что я и сама занималась активизмом в Беларуси. Поэтому у меня как-то не первая и вторая волна миграции больше в голове выглядит, а что-то там такого, что вот осень 20-го была, была волна миграции, потом была большая волна миграции правозащитников после такой достаточно существенной облавы 16 февраля, в которую я тоже сама попала. Потом была миграция, волна существенной миграции после июльских обысков в организациях и начала ликвидации организации. Ну, и как бы вот сейчас это все, мне кажется, так продолжается, да. То есть я, наверное, больше с такой позиции могу вот говорить, и для меня это несколько волн и какого-то такого существенного отличия. Ну, просто те люди, которые уезжали там осенью 20-го, они приезжали фактически ни на что. То есть не было никаких не созданных, ну, ни условий, не было таких широко распространенных программ поддержки, не было создано здесь каких-то инициатив, я имею в виду за пределами Беларуси, которые бы вот масштабно помогали, ну, не только активистам, но и другим людям. То есть скорее, наверное, активисты еще как-то могли рассчитывать на какую-то помощь. Простые люди, которые просто вот столкнулись с этим, с этой волной репрессии первый раз там в 20-м году, то, конечно, для них меньше было создано таких условий. Поэтому если так, немножко не уходя в такое разделение там активистско-правозащитное сообщество там и простые люди, то, наверное, самое важное отличие вот этих там двух волн, которые ты, Вадим, назвал, это то, что вначале люди приезжали, и здесь не было никаких условий особо. То есть были, конечно, программы помощи, релокации и так далее. Но сейчас, мне кажется, что таких программ и таких возможностей их там еще в разы больше, да. Мы столкнулись как раз таки с тем, что раньше это были только люди, которые приезжали из Беларуси. Сейчас, конечно, это в том числе и помощь и белорусам из Украины. Ну, я смотрю, как очень многие организации перепрофилировали, ну, не перепрофилировались, а в том числе расширили свою поддержку и для граждан Украины. И это тоже стало возможным благодаря тому, что у нас какой-то уже есть наработанный опыт, у нас есть представление, как быстро организовать помощь, как что-то там туда-сюда передать, как людей релацировать, как что-то организовать, как закупить какие-то вещи. Поэтому, наверное, отличие основное как бы в том, что сейчас таких возможностей как бы в разы больше, плюс созданные условия, потому что, понятное дело, что люди, которые уезжали осенью 2020 года, они уезжали даже и без каких-то возможностей легализации. То есть был гуманитарный коридор, там только начались возможности получения гуманитарных виз. Сейчас, конечно, многие страны, в том числе, адаптируют свое законодательство под те условия, что, да, есть категория людей, под которых нужно создавать какие-то определенные условия. Поэтому, наверное, в этом как бы самое главное отличие. С другой стороны, если с общечеловеческой такой подходить к точке зрения, то мне почему-то стало в последнее время казаться, такое мое персональное впечатление, что если люди в начале 20-го, вернее, осенью 20-го уезжали, и они ни на что не рассчитывали, то сейчас очень много появилось, в том числе экономических мигрантов, потому что люди в том числе хотят просто по своим личным причинам уезжать из Беларуси. И вот эта волна такого желания, что так вы нам тоже помогаете, она присутствует и со стороны людей, которые просто решают покинуть Беларусь без каких-то преследований и репрессий. И в этом плане, то есть, ну, такой тоже немножко изменился фокус, на мой взгляд, с того, что люди сначала ничего не ожидали, а потом они ожидают все. Ну и да, если говорить, наверное, об экономической миграции, нужно понимать, что она, на мой взгляд, увеличилась за последнее время. Я не могу назвать каких-то цифр, я ими не владею, но под таким каким-то даже внутренним ощущением и по тем процессам, которые видишь, что действительно такое в последнее время складывается ощущение, что в Беларуси людей осталось на пару дней. Вот. Это очень легко складывается, да. Да, и спасибо. Мне понравилось, как ты отметила про вот эти, да, белорусские инициативы, которые, в случае себе, да не успели оттолком помочь. И сразу вспомнили, как мы еще можем помочь, еще и гражданам Украины давайте тут же поможем. Это то, за что белорусские инициативы можно любить. Вообще любить третий сектор, вот такую самую организацию, да. Потому что уже есть наработанный опыт. Одно дело приходить туда, где ты вообще никак не знаешь, а другое дело, когда ты уже такой опыт колоссальный имеешь, что, конечно, ну, я просто слышала эти отклики от инициатив, что там украинские инициативы будто, ну, они тоже классные и крутые, но столкнувшись с этой ситуацией, немножко как бы было такое состояние растерянности. Понятное дело, что они собрались потом и как бы начали тоже сами помогать, но вот когда уже есть готовая схема и решение от Беларуси, от белорусских активистов, конечно, это было гораздо проще так имплементировать. Да, что, спасибо большое, Кристина. Тогда, Алина, я хотел дать слово тебе, потому что, если мы говорим в контексте, да, в контексте российской агрессии против Украины, то мы-то все, в общем, не комментируем на нашем локации, но у всех, например, у меня в Украине, ты всегда занимаешься Белорусским информационным центром непосредственно во Львове, поэтому расскажи, когда изнутри этих событий, вот про опыт того, как там отличались эти волны и какие люди как ехали, потому что, я так понимаю, в Украине тоже разное тогда. Белорусским грантом уезжали, кто-то по политике, в общем, кто-то, я знаю, белорусов, которые, например, айтишников некоторых, которые и так уезжали во Львов. Просто классная идея была до войны, почему бы нет. Как здесь обстоит ситуация и как вот ты замещаешь по своему опыту эту разницу? Да, во-первых, спасибо, что пригласили. Ну, Львов, я, если исходить из твоей классификации, которую предложила Кристина, я, наверное, из первой волны, потому что я-то оказалась во Львове в начале 2001, в самом начале, да, то есть, и тогда здесь, как я говорю, наш львовский чатик, там было 150 человек, чтобы вы понимали, сейчас там больше тысячи, но ты не знаешь, что эти люди сейчас находятся во Львове, да. Вот, и да, каких-то, я тогда чувствовала себя там растерянной, это было абсолютно, я была первый раз в жизни вообще в этом городе, и тут я осталась, вот, потом поняла, что есть здесь люди, здесь есть какая-то диаспора, которая уже научилась там жить, помогать друг другу там, действительно очень помогали, то есть, была колоссальная самоорганизация, вплоть до того, что говорили, например, в чатике о том, что кто-то прилетает, и люди ехали его встречать, сбрасывались на хостел, на какие-то там, на продукты, оберегали, и это благодаря тому, что здесь и до, наверное, там, до всех событий 2020 года здесь уже, видимо, был какой-то хороший такой IT-хаб, потому что многие IT-компании работали, то есть, какая-то суполка такая, она только росла, здесь были благоприятные условия для жизни, то есть, выбирая между Львовом и Киевом, многие оставались во Львове, это и экономические какие-то моменты, то есть, дешевле, например, жилье тогда было, там, уютный европейский город, я не знаю, там, все что угодно, you name it, и плюс все говорили, что у вас там классное белорусское сообщество, все такие помогающие, была какая-то такая часть активной активистов, мы, в принципе, люди сами выходили на акции каким-то датам, без привязки к датам, писали письма политзаключенным, то есть, у нас у всех был друг с другом контакт, мы смотрели, как растет чат, как появляются новые люди, очень много было знакомых людей, очень часто Львов выступал как транзитный пункт между Белоруссией и Польшей, и любой другой страной, да, то есть, люди поняли, что в Львове легче получить по тем или иным причинам ту же самую гуманитарную визу, и предпочитали приехать во Львов, там, неделю здесь пожить, встретиться с какими-то знакомыми, и дальше уже решать, что они будут делать. Кто-то оставался на месяц, на два, то есть, я не знаю, скольких людей мне посчастливилось тут за это время увидеть, но это была радость и встреча, и была вот эта вот боль прощания тоже, ну, тоже. Который оказывался всяческую поддержку для медийщиков, ну, к числу, которым я тоже вроде бы отношусь, да, вот, и так получилось, что со временем, то есть, люди знали, что тут есть я, и если кто-то приезжал из вот этой вот нашей совместной там компании, они обращались ко мне, я им либо давала там какие-то контакты нужные, либо обрисовывала ситуацию, либо, чем еще хороша, например, там наша там львовская сутболка, сделали много айтишников сразу, собрали такие факи по Львову, часто задаваемые вопросы, сделали сначала Google Doc, потом все это сделали в форме маленького такого сайта, где по всем ссылкам была собрана вся информация от бытовых вопросов, от где купить воду до вопросов легализации и всех необходимых ссылок. Опять-таки легализация тоже достаточно таким отработанным уже процессом была, то есть есть еще львовский кризисный центр, белорусский кризисный центр во Львове, который помогал решать вопрос легализации, особенно если уже пошло такое разделение для, ну, как для обычных людей, которые не вовлечены там в правозащитную деятельность, в медийную деятельность там, и, значит, имеют меньше, как это, ну, не тот уровень доступа информации, потому что я считаю, что в нашем случае преимущество – это именно возможность доступа к информации, либо очень быстро ее найти, да. Вот, то есть все было хорошо, вот, пока, собственно, не пришла война, и мы это почувствовали сразу, то есть в начале, в середине февраля, мы почувствовали этот вот приток людей из Киева, то есть это правозащитные различные организации, это посольство, это сразу стало как бы заметно даже вот на уровне там какого-то обывателя, да. Кто-то стал уже говорить, распространять тревожную информацию, кто-то, я заметила, сразу начали уже отъезжать, и, собственно, то, что здесь творилось там 24, 25, 26, еще несколько дней, это, конечно, был просто вот такой вот массовый, абсолютно массовый отъезд всех, одновременно были потоки из Киева и из всей Украины во Львов, и из Львова, ну, не мне, наверное, сейчас вам рассказывать, эти многодневные очереди, в которых, к сожалению, попали многие мои друзья и коллеги, вот, по нескольку дней они добирались там, кто в Польше, кто в Германию, кто еще куда-то. Вот, и сейчас я даже с трудом могу понять, сколько людей вообще физически есть во Львове, то есть я примерно думаю, что у нас человек 30, это те, которые там в зоне видимости что-то делают, потому что белорусы сразу включились в волонтерскую деятельность, то есть у нас было преимущество в том, что у нас были там какие-то жилплощади, которые мы могли использовать для приема как своих белорусов, как бы так и украинцев тоже своих уже, да, потому что со многими, которые, например, у меня были, я до сих пор сейчас, мы поддерживаем контакты, я слежу за их судьбами и прочее. Вот, у нас, я почему сама решила остаться, я решила, что для меня будет, то есть это может быть хаос, но это понятный мне хаос, я тут уже обросла каким-то опять-таки кругом знакомств, мне, я знаю, кому обратиться, если что, я могу сориентировать в каких-то вопросах, поэтому для меня просто вот, мне будет проще пережить это все тут, но опять-таки это все до определенного предела, я понимала, что если что-то вдруг будет прям совсем, то, что я не смогу вынести, естественно, мне тоже придется принимать решение. Алина, прошу прощения, давай, может быть, напоследок все-таки кратко, вот, сделала ли какую-то разницу по этой новой волне релокации, то есть белорусы, которые приехали во Львов после 24 февраля, был ли, в принципе, какой-то такой приток или нет? Нет, я не вижу новых белорусов, в основном это белорусы, которые скорее переехали из других регионов Украины, вот, то есть здесь ситуация очень специфическая, сам понимаешь, да? Ну, конечно, конечно. Поэтому, да, я вижу, что... Никто не ездил за Львов, чтобы был принцент Майдельта. Да, то есть здесь западные регионы, есть Тернополь, есть Ивано-Франковск, где есть еще белорусы, я вижу сейчас, что белорусы, мы до сих пор не знаем, сколько осталось белорусов вообще в Украине, и я вижу, что люди так или иначе где-то в чате появляются и обозначают себя, кто-то оказывает, пытается оказать им помощь, но в условиях того, что сейчас, ну, белорусы в достаточно затруднительном положении с карточками, как бы, ну, ладно, это другой вопрос. Ну, в общем, я о том, что белорусов сейчас и во Львове тоже осталось на несколько дней, и ситуация с тем, она все-таки ухудшается в том плане, что если ничего не решается в плане, не знаю, разблокирования карты и так далее, я смотрю, что люди постепенно принимают решение о том, чтобы уехать со Львова. Ну, если уехать со Львова, в смысле, и из Украины, соответственно, да? Да, конечно, да. Окей, Алина, спасибо. Хорошо, что вы затронула тему блокировок карты, всего такого, потому что, я думаю, вот сейчас, переходя к Жене и к тематике бизнес-влокации, это, думаю, да, как раз для многих очень актуально, и вопросы того, как их счета в Белоруссии, многих там, если не превратились в тыкву, то они там каждый день с тревогой следят за новостями, как там приложение Альфа-банка обновилось, не обновилось, и что им все это делалось. Заработалось сегодня. Приложение Альфа-банка заработало сегодня. Да, огонь, да. Они все равно работают, да. Ну, просто факт, да, знаешь, одно дело, когда там, знаешь, я там, из-за малого бизнеса, конечно, для съемки, вот, через это приложение, там, взгляд на компанию на 100 человек, я представляю, с каким ужасом они на это смотрят, и главное, полное непонимание, что завтра у них будет. И переезжающие тоже сталкиваются с трудностями и с теми же открытием банковских счетов, поэтому, жизнь, к тебе вопрос, ты же как раз много занимаешься и консультируешь именно по релокации бизнеса, и я даже не буду спрашивать, какой вопрос, увеличилось ли было на запросах на релокацию бизнеса, вообще не так, но расскажи, как это отличается, и какой-то спрос, какие трудности, и какие люди, собственно, поехали в Грузию. Смотрите, ну я, наверное, я послушала предыдущих ораторов, у меня опыт общения и взаимодействия как в активистском сообществе, так и в бизнес-сообществе, поэтому, наверное, более адекватную могу объективную картину дать, потому что я продолжаю заниматься правозащитой, не в том объеме, как он был в 2021 году, но все равно вовлечена в это, и могу как-то дать какое-то свое мнение на это. Во-первых, я хотела, вот интересную мысль сказала Кристина, и я вот с ней сейчас задумалась, и, наверное, хочу все-таки отметить, что активистам получить поддержку стало тяжелее, чем это было в 2020-2021 году, намного тяжелее, потому что тогда все принимали белорусов, там и гуманитарные визы и так далее, сейчас я даже не могу близко сориентировать людей, куда обращаться за финансовой помощью, когда там реальные проблемы возникают, и у людей реальные угрозы, они вынуждены выехать из Беларуси. И, ну, в принципе, это закономерно, потому что приоритет изменился, и Беларусь сейчас не в топе стран, в том числе европейских, для помощи гражданам. Но что касается, я могу дать оценку релокации двух этих волн, как активистской, так и бизнесовой. Кристина обозначила уже про активистскую релокацию в 2020 году, и в 2022 она продолжается, но скорее, мне кажется, с 24 февраля просто те, кто не был готов уехать, они более жестко приняли решение, в том числе, если боялись мобилизации, или видели какие-то волну задержаний не активистов, а именно по определенным, например, за наличие видео какого-то, или за то, что там сейчас активно распознают лица на YouTube-видео, которые выложены, в том числе там с каких-то митингов. И поэтому часть людей все-таки уезжает из этих соображений, не активистов, а политически активных, например, так. Активисты все, кто нужно было, уже выехали, будем откровенны. В Беларуси осталось их немного. Что касается бизнеса, то вот здесь у меня есть четкое понимание, как развивалась волна уездов и релокаций из Беларуси. С момента, когда пришли в Пандадок и задержали сотрудников, я знаю несколько случаев, когда в течение часа офисы просто вывозились, то есть оставлялась только мебель и лица, принимающие решения, то есть те, кто важен и нужен, то есть core team, они все вывозились еще в 20-м году, причем некоторые полями, непонятно в какие страны, просто это не было так заметно на фоне политических репрессий. В последующем релокации бизнеса именно они происходили более плавно, то есть решения принимались более взвешенно, выбиралась юрисдикция, куда ехать, и по чуть-чуть какие-то команды вывозились. С начала войны я просто полтора месяца, по 16-18 часов работала, просто пытаюсь скоординировать этот хаос, который возник у руководства IT-компаний в основном, потому что выезжают в основном они, и, конечно, очень большой отток был одновременный специалистов из Беларуси. Вот я тут даже собрала небольшую статистику, если вам интересно будет, пока вы рассказывали, порылась там, где я видела. Ну, я как бы нахожусь в Грузии, сама я уезжала в конце 20-го года, точнее, как, я уехала в командировку и не смогла вернуться, как бы решила не рисковать. Значит, я нахожусь в Грузии, и вот какие данные у нас есть по второй волне, то есть с начала войны. С 24 февраля по 20 марта в Грузию въехало 35 тысяч россиян, из которых 20 тысяч уже выехало из страны, то есть 15 тысяч россиян осталось, и въехало 15 тысяч 777 белорусов. К сожалению, нет информации, сколько выехало, но я вижу тоже отток, что часть людей приезжала, решала какие-то вопросы бизнеса и двигались дальше, в том числе часть белорусов приезжала в Грузию для того, чтобы получить визы, ну, или в надежде, что их возможно здесь получить, для того, чтобы двигаться в Европу. Ну, и за это время, по крайней мере, по данным, в правительство Грузии въехало 20 тысяч украинцев, хотя украинцев, если честно, я вижу меньше, чем россиян и белорусов. Все говорят на русском, тут не отличишь особо, все ходят с ленточками, с флагом Грузии, ой, Украины. У меня есть понимание, почему Грузия очень популярное направление для белорусов, ну, кроме того, что здесь абсолютно нет миграционных вопросов, то есть ты можешь 365 дней в году находиться физически, тебе не нужна ни виза, ни ВНЖ, ВНЖ вообще ничего здесь не дает, кроме возможности открыть, наверное, банковский счет быстро. И нет, не надо разрешения на работу, если можешь трудоустроить, ты просто выезжаешь в страну, и все, ты здесь можешь пребывать. Я живу уже в Грузии год, и очень сильно видно, как появление белорусов в стране. Ну, я это прям ощущаю по количеству самоорганизаций, какие-то чаты. Если до этого все было вяло текущее, то сейчас уже какие-то мероприятия пытаются создавать, встречаться, как-то помогают друг другу, в том числе и украинцам. Поэтому активность возросла, и как бы прям заметно, что белорусы здесь, про россиян не могу такое сказать, мало с ними общаюсь. Что касается, Вадим, твоего вопроса по поводу карточек и так далее, чуть-чуть снизился натиск, как это на русском? Снизился давление на белорусов, то есть приходилось белорусам терпеливо всем рассказывать, что мы здесь находимся не потому, что мы, потому что мы условно на стране Украины, и часто мы там сюда уезжаем, мы не поддерживаем, потому что у грузинов очень серьезные были претензии, как белорусам к россиянам, не сдавали квартиры белорусам и россиянам, то есть как бы под одну гребенку, в том числе, потому что на русском языке все разговаривают. Сейчас немножко снизилось давление, понимание есть, какие-то объяснения, плюс спасибо большое украинцам, что они как-то поддерживают нас в своих сторисах, рассказывают грузинским друзьям, что очень многие люди, которые здесь приехали, они не поддерживают текущий режим, и часто политические мигранты, а бизнес-мигранты, которые здесь есть, экономические мигранты, они попали тоже под репрессии в 20-м, а вот сейчас вынуждены уехать, требуя нераподнодателей. Так, вот, пожалуй, это та информация, которую я хотела поделиться по Грузии. Банковские счета открывают, но нужно постараться. Нужно доказать, что ты чистый белый, и зарплата у тебя высокая, а не потому, что ты пытаешься там как-то помочь. Я пытаюсь всегда подобрать правильные слова, у них очень серьезно усилились эти антимандные ландеринь рульс в Грузии, и они не хотят, чтобы через грузинские банки проходили деньги на незаконную деятельность на территории Грузии, которая будет влиять их на государственность, на национальную целостность и территориальную целостность. Я думаю, вы понимаете. И, в общем, да, можно, да. И Грузию очень даже можно понять в контексте, особенно всех этих обвинений, что Грузия чуть ли тут не помогает Россия подить санкции. Это, конечно, да, на этом фоне особенно понятно, почему банки так выпряжены. Хорошо, Женя, спасибо тогда с этим вопросом. И тогда, как говорится, last month list Александра, тогда, думаю, сможете рассказать, и не только про основление, но и про опыт, в принципе, белорусов на рубеже, народных посольств. Как, с точки зрения, видна вот эта разница между лунной эмиграцией и те белорусы, которые револцируются после февраля 2022 года, чем вообще, есть ли какие-то отличия и в чем они? Спасибо большое. Ну, да, я как бы здесь представляю такую волну эмиграции, которая нулевая, можно сказать, потому что я живу в Словении с 2015 года, и, наверное, здесь была какая-то диаспоя, например, в Словении, но я думаю, что так и во многих странах мы начали находить друг друга только в августе 20-го, и это была повсеместная история. Очень многие там и в Словении говорят, что как бы мы вообще не знали, что здесь есть какие-то другие белорусы, какие-то организованные там диаспоральные структуры и так далее. И вот, наверное, для как бы стран, которые так вот, они подальше от Беларуси, да, и в которые не приезжали настолько массово белорусы, здесь немножко была такая история, что сама по себе как бы диаспора, она начала формироваться, ну, такая как бы новая активная, она начала формироваться только в августе 20-го года. Например, вот если говорить про сообщество Беларуси-Зарубежья, то они, как бы это сообщество организовалось из команды, которая проводила экзит-полы на выборах 2020-го года. Они организовали экзит-полы в 28 городах, и как бы вот после самих вот этих выборов, после волны насилия 9-го и 11-го августа, они поняли, что просто не могут вот как бы разойтись по домам, и как бы продолжили вот эту работу. То есть очень быстро сообщество выросло. Насколько я помню, было около, больше чем 30 стран, больше 500 активистов из разных стран, которые, собственно, вот начали вместе пытаться как-то вот помогать Беларуси. Да, и если вот сейчас говорить обо всей работе, которая делалась, да, то есть это были как акции, это реакции на какие-то события, например, там вот Кипа, там блокируют санкции, давайте срочно что-то с этим делать. Это, естественно, была помощь, это были донаты, это были как бы помощь, там письма, постоянные там политзаключенным и так далее. Это была поддержка тех проектов, которые проводились как бы вот в Беларуси, да, например, там отмена чемпионата мира по хоккей, исключение Беларусы из Европейского обещательного союза, кампания против Красного Креста, которая участвовала в фальсификации выборов и так далее. То есть беларусы и зарубежья тоже все как бы эти компании поддерживали, информационные, организационные и так далее. Провели несколько таких больших мероприятий, это было два всемирных конгресса беларусов, это в 2020-2021 году конференция против пыток, дни солидарности с Беларусью, вот, и нужно сказать, что эта работа, она постоянно шла в такой координации с офисом Светланы Тихановской, с НАУ, с координационным советом, со всеми фондами спортивной солидарности, медицинской солидарности, беларусской радиокультуры и так далее. И до сих пор вот эта работа как бы постоянно ведется, совместные какие-то проекты и так далее. Ну и тоже вот как бы как один из проектов, это возник проект Народное посольство, то есть диаспоры поняли, что после августа 2020 года дипломатические представительства никак не осудили то насилие, которое было в Беларуси, несмотря на все попытки, как бы к ним письма, просьбы высказать свою позицию. И стало четко понятно, что дипломаты поддерживают, собственно, только режим, не поддерживают беларусов, и не как бы не отстаивают их интересы, и не представляют интересы демократической Беларуси. И, собственно, поэтому возникла идея создать такие альтернативные представительства, дипломатические, для того, чтобы, во-первых, отстаивать интересы именно демократической Беларуси, как бы там Офисе Светланы Тихановской и потом как бы на Украине Координационного совета, и помогать беларусам, которые находятся в странах. Александр, я прошу прощения, давайте переходим от народных посольств и дипломатов, чтобы ко второй волне эмиграции. Да. Спасибо. Вот. И поэтому вот еще раз, если говорить по поводу первой волны, да, то я, например, знаю очень мало людей, которые реально вот тогда переехали, да, но это особенность там Словении, например. Во вторую волну здесь особенность в том, что по сути это, по сути мы помогаем украинцам, то есть мы помогаем вообще всем беженцам, и эта ситуация очень во многих диаспорах, когда они переключились на помощь всем беженцам Украины, и неважно, как бы украинцы это или белорусы, да, то есть там как бы приезжают белорусы, вот там Словению тоже приехало, но это вот буквально как бы несколько человек. И как бы та помощь, которая была, да, то есть мы как бы там с 20-го года, да, там все диаспоры создавали вот эти вот свои структуры, и по сути вот сейчас в 22-м, просто используя тот наработанный опыт, который уже есть, мы им начали делиться с украинцами, мы начали совместно организовывать, там, не знаю, например, помощь там на гуманитарных складах, помощь, которая вот шла в Беларусь, совместные акции протеста, там организовывать вот эти вот все массовые мероприятия в странах и так далее. Вот, то есть здесь как бы нужно понимать, что как бы вот для народных посольств очень четко была такая как бы разница, потому что пошел вот этот вот вал, и нужно было помогать именно на как бы уровне политического лоббирования, то есть, да, то, для чего созданы были народные посольства, да, это для информирования политиков и для координации, такая как точка входа для белорусов. И вот сейчас стало четко понятно, что вот эта точка входа в практически отсутствие реальных посольств, да, то есть они не помогают всем белорусам, которые приезжают, не информационно, не как-то реально. И вот такой точкой во многих странах, то есть вот я знаю точно, например, в Швеции, в Словении у нас, в Германии, становится в том числе народное посольство. И народное посольство им оказывает информацию, как там получить, там, не знаю, документы, как получить там гуманитарные визы, как там натурализироваться, какие есть там условия, какая есть помощь в этой стране. И здесь, с одной стороны, то, что вот идет такой поток беженцев с Украины, он, с одной стороны, немножко, как бы вот кто-то сказал, да, не знаю, насколько каретное слово, что там отвлекает от проблем белорусов, но, с другой стороны, помогает, потому что создаются другие условия для белорусов, и гораздо проще, например, получить гуманитарные визы, да, вот как у нас очень успешный кейс в Польше, такая же работа, я знаю, идет в других странах, потому что обычно, например, вот та же Словения, да, это только возможность получить статус беженца, без права выезда даже за территорию страны, без права на работу, а срокосмотрения до полугода. Сейчас, соответственно, те беженцы, которые едут из Украины, в которых был вид на жительство, можно вот гораздо проще, благодаря там директиве ЕС, натурализироваться. Так что, по поводу, действительно, непосредственно самих людей, те, кто приехали, и те, кто обращаются в международное посольство после февраля 2022 года, есть ли какое-то отличие по их мотивациям, по тому, чем эти люди занимаются, какие вопросы их полнуют, или это отличие, на самом деле, не так уж и проявляется? Мне не буду выдумывать, честно, потому что у нас очень мало таких людей, я думаю, что вот скорее, там, не знаю, другие люди как бы могут подсказать, потому что вот я практически не общаюсь именно с белорусами, которые приезжают. То есть те, которые приезжают, да, в большинстве своем, они уже куда-то переехали, да, и большинство сейчас приезжает именно из Украины. Ну да, то есть такая повторная ракация. Да, вторая. Спасибо, спасибо. Поняли, спасибо большое. Ну что, Александра отлично затронула вопрос с этого польского кейса и того, собственно, как ситуация с визами для белорусов, с разрешениями на жительство, на работу, которая, в общем-то, для людей была так актуальной раньше, но удалось с тем хорошо поднять как раз после начала войны. Ну и тут, кажется, тут замечательный случай, когда у нас есть непосредственно Кристина, которая не просто удалось поднять, а непосредственно Кристина, которая как раз-таки на той самой рабочей группе ПМВД сидела, обсуждала все это, помогала решать, и которая непосредственно знает, поэтому очень логично, что мы здесь, естественно, начнем обсуждать вопрос, с какими главными вызовами сталкиваются белорусские револоканты сегодня и как их удается решать. Вот пример Польши, опять же, как мне страны, так кажется, что это очень хороший пример решения, но наверняка тебе изнутри рабочей группы видится куча таких подводных камней и чем у человека впереди предстоит заниматься, поэтому Кристина прошла. Ну давайте, я на правах тогда уже человек, который первый задает тон всему, я так понимаю, в каждом круге, предложу свою новую классификацию проблем, с которыми сталкиваются релоканты. Ну тут вообще, знаете, вопрос в определениях, потому что релоканты, мигранты, я тут разные вообще слышала всякие нейминги того, кем мы являемся. изгнальники и всякие, ну мы как бы все объединяем в одну группу, мы же не пытаемся, значит мы уйдем до бесконечности. Абсолютно, абсолютно. Извините, я вас перебью, у меня очень смешно, когда русские, россияне, когда приезжали в Грузию, они говорили, что мы беженцы политические, мы очень смеялись с этим, мы беженцы. Ну да, ну вот они, они больше, они больше так идентифицированы, так что у всех это странно, я прямо скажу, да. Ну знаете, я вот скажу честно, тут недавно такая дискуссия была интересная, в которой как бы один мой коллега сказал, что слушайте, нам надо было сразу всем поддаваться на беженство, потому что, конечно, я понимаю вот этот момент, да, там полгода нельзя быть трудоустроенным, там и так далее, и так далее, но ведь на самом деле, как бы зато все были бы под защитами тех государств, которым бы они получили беженство, получали бы там социальные там пособия, интеграционные программы и так далее, и так далее, да, то есть и тут тоже такой интересный момент, и вот возвращаясь к этой классификации, которую я хочу предложить, на мой взгляд, есть, во-первых, психологические проблемы, да, с которыми сталкиваются релаканты, да, это начиная от того, что в принципе само по себе уезжать не, ну то есть, понятное дело, там разные есть основания, почему кто-то уезжает, но зачастую, по крайней мере, те, с кем я сталкиваюсь, уезжают на месяц отдохнуть, посмотреть со стороны, там, выехать, там, и скоро вернуться, и так далее, я и сама такой человек, который уже больше год назад уехал, посмотреть, как оно там со стороны, и вот, где мы, собственно говоря, оказались, да, это такие психологические проблемы, ну то есть, каждый с ними справляется самостоятельно, хотя есть, на самом деле, много инициатив, в том числе, по предоставлению психологической помощи, но, то есть, неизбежно, человек, который выезжает за пределы своей страны, он сталкивается с тем, что, ну вот эта вот инициация свой-чужой, да, как бы там все непонятно, узнавать что-то новое, если это еще новый язык, или какие-то, то есть, ну, все не как дома, условно говоря, это первое, это первое. Второе, на мой взгляд, это экономического плана проблемы, потому что многие уезжают без работы, либо, если даже и уезжают со своей какой-то работой, которая была в Беларуси, сталкиваются с тем, что оказывается уровень жизни в Беларуси и в другой стране совершенно разный, ну, с точки зрения финансовой, да, я буду там ссылаться периодически на свой пример, да, для меня, это как для человека, который платил в Беларуси, там коммуналку стоимостью в 50 долларов, конечно, было очень серьезным шоком, что мне нужно начинать снимать квартиру там за 600 евро, да, то есть, это шокирует, и это возвращается к психологическим проблемам, и, как бы, говоря об экономических вопросах, то есть, конечно, приходится, во-первых, кому-то искать работу, либо кому-то искать вторую, третью, пятую работу, да, то есть, для того, чтобы обеспечить тот уровень жизни, к которому человек привык. Дополнительно, ну, да, то есть, про уровень жизни, ну, и третья, наверное, такая часть, это легализационно-адаптативная, что-то, наверное, такого, главная категория проблем, потому что, первое, да, у нас есть вопросы легализации, как человеку приехать сюда, и что ему делать, ну, то есть, если, ладно, мы говорим там про польский кейс, там, приехать год на гуманитарной визе, что делать дальше, да, всегда возникает этот вопрос. Была у нас Украина популярным направлением, где люди могли 180 дней находиться, но тоже возникает вопрос, что делать дальше, как легализоваться, и там в Украине было тоже очень много проблем с этим вопросом, как получить временный вид на жительство, там, основания и так далее. У нас есть, ну, то есть, Польша, понятное дело, все европейские страны сюда подходят, у нас есть кейс Грузии, в который, ну, вот, слава богу, вопрос легализации, там, решается тем, что можно раз в году съездить на 10 минут на турецкую сторону, вернуться, там, перекурить и вернуться, да, и вроде проблема решена. Но, как бы, тем не менее, все равно, как бы, есть вопросы, выходящие за рамки документов каких-то, да, то есть, это банковский счет, это открытие, может быть, ИП какого-то, или вообще, в принципе, легальное получение доходов, это всегда вопрос о том, о налогообложении какое-то, как трудоустроиться, как правильно там какой-то договор заключить, а как заключить договор на жилье, да, то есть, это должен быть писем или нет, какие условия должны быть предусмотрены, там, какие-то там дополнительные вопросы, то есть, правовых вопросов, на самом деле, больше, чем просто получить там временный вид на жительство, да, к адаптационным проблемам таким я отношу то, что, ну, это не все белорусы там уезжали в одиночку, да, то есть, у кого-то семьи, это вопрос детей, детских садов, школ, это, то есть, всегда какие-то тянутся вопросы, на самом деле, я вот недавно для себя открыла, это я не задумывалась над этим, но у многих людей есть и пожилые родственники, да, которые уже являются пенсионерами, и встает вопрос, а как их даже легализовать, потому что ты не по рабочим вопросам не легализуешь, вроде как, в агентарный коридор как бы не уйдешь, то есть, тоже такая категория уже нетрудоспособная, да, то есть, она может и зарабатывать деньги, но все равно как бы вопрос, да, то есть, вот таких адаптационных вопросов много, язык, какие-то еще там, да, то есть, это, в общем, то есть, человек уезжает, и он попадает в новый мир, в котором ему по факту, то, что дома было понятно, известно, и, то есть, ты такой хозяин жизни, то здесь ты просто начинаешь все с нуля, это реальная социальная обнуляция, кому-то повезло больше, кому-то меньше, у кого-то было много знакомых, или было перспективы работы, кого-то релацировали, но по факту, многие там завидуют, не знаю, айтишникам, которых работа релацировала, и они переехали, но не надо там как бы преуменьшать значимость проблем этих людей, потому что они так же, как и все, сталкиваются с тем, что им нужно учить язык, узнать, в какой магазин пойти, где сим-карту купить, и так далее, и так далее, и, конечно, это очень серьезный пласт вопросов, выходящих раз за рамки законодательных каких-то процедур. Ну и... И это когда-то говорит, и в рейсе это очень серьезно. Давайте перейдем, собственно, к решениям проблемы, собственно, об этом решении. Извините за этот долгий интродьюс, но мне кажется, просто очень важно обозначать проблемы не только вот в таком видимом поле, это очень глубоко. Но говоря по сути и по делу. Значит, решение проблем. Ну, на мой взгляд, проблема, конечно, утопающая, делал рук самих утопающих. То есть, в первую очередь, каждому человеку, который уезжает за пределы Беларуси, нужно принять тот факт, что в конечном итоге каждый сам за себя. И чем быстрее мы это поймем, тем быстрее мы начнем шевелиться и более проактивными будем. Теперь, как бы, в сторону проактивности. Мне очень нравится, что есть диаспоры, есть народное посольство, есть куча разных инициатив, организаций, которые такую организованную помощь осуществляют. К примеру, вот в Польше здесь есть там Центр Беларусской Солидарности, о которой я постоянно везде рассказываю. Они, кроме там какой-то социальной помощи, оказывают юридическую помощь. Очень долго, работая с беларусами, они выявили, что вот в легализации есть такие проблемы. И уже более на экспертном уровне начали об этом говорить, что вот мы видим проблема такая. Собственно говоря, ну, тоже нужно понимать, что не всегда, может быть, там организация есть возможность иметь контакты на гусорганах и на каких-то высоких постах, контакты. Часто так происходит в разных странах, но это уже вопрос другой. Но в Польше получился отличный микс нашего какого-то политического участия, когда есть возможность встретиться с министрами, премьерами, с президентом и донести экспертную информацию и экспертное видение с проблемой и в том числе предложить какие-то решения. И это в данном случае работало отлично. Тут еще, конечно, вопрос такой, что действительно очень совпало вот этот, как сказать, удобный момент. То есть Вадим правильно сказал какой-то из моментов, что проблемы существовали давно. Но я скажу честно, я от тех юристов, с которыми мы работаем, постоянно слышала, белорусов нет возможности легализовать нормально в Польше после окончания визы, кроме как международной защиты. Здесь это вообще самая модная процедура легализации для тех, кто там не трудоустроился никуда там или не пошел в какую-нибудь полициальную школу или там в университет. И мы все время это слышали, но как-то ну да, 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 это очень важно. Я не говорю о том, что мы равнодушны к этому относились, но как будто бы не видели возможности какой-то. Но когда она появилась, то есть появился спецзакон о помощи украинцам. Собственно говоря, у нас было несколько попыток изменить законодательство, это просто, наверное, на финальном этапе уже выглядит все вот так, как оно есть, но мы несколько попыток пробовали. Если вы вдруг за польским кейсом следили, то был такой этап разочарования, когда СЕМ проголосовал против того, чтобы распространить условия закона на белорусов. Это, кстати, какой момент, напомни, если помнишь, примерно месяц? В начале марта, наверное, было. Там быстро же закон этот принялся, но там белорусов вообще ни слова не было упомянуто. И мы пытались сначала положение именно этого закона распространить на белорусов. И когда мы это попробовали сделать, СЕМ проголосовал против этого. Но тут вопрос в том, что никогда не надо останавливаться, нужно заходить с другой стороны. И мы немножко поменяли стратегию. И, в общем-то, что вышло, то вышло. То есть сейчас у нас есть рабочая группа в МВД, которая, в общем-то, решает все эти вопросы. Куда мы приходим и говорим, вот такая-то есть проблема, давайте найдем решение или даже предлагаем это все решение. В общем-то, из этой рабочей группы выросли правки в законодательстве. То есть это не то, чтобы там конкретно принят закон по белорусам. Нет, приняты правки в очень широкий круг законов, которые регулируют права иностранцев на территории Польши. И вот благодаря этим изменениям процедуры будут возможны. Они еще, к сожалению, пока не заработали. Мы ждем еще разъясняющего постановления министерства о том, как эти процедуры будут работать. Ну, это, условно говоря, уже на практическом уровне. В какой госорган идти, какое заявление подавать, какой бланк, кто там и сколько будет рассматривать и так далее. Но, тем не менее, то есть рамка уже появилась, на основе которой появилась возможность получать визы здесь, на территории Польши, потому что раньше такого не было возможности. Вот эти гуманитарные виды на жительство появились, просто как новый вид видов на жительство с таким основанием. Ну и, да, вот эти проездные польские документы, которые, ну, фактически заменяют белорусский паспорт, когда он заканчивается, там, или утерян, или еще что-то. Ну, вот, собственно говоря, так, не знаю, что еще рассказать, если что-то могу добавить, то вы, наверное, вопросы уже оставите. Нет, хорошо, Кристина, спасибо тебе большое, еще обязательно, думаю, и обсудим, и вопросы будут, но действительно, вот сейчас как-то всегда глядя на это, это еще и возможность для белорусов посмотреть на разные преимущества в организации работы госорганов в разных странах. Вот говоришь, в Польше многие не знают, куда обращаться. Вот я уверен, что у наших следующих спикеров все знают, куда обращаться. В Украине обращаться, конечно, что тут СНАП, Центр на Даньярных Фасыных Подслужах, там все вопросы. Там в Грузии обращаются в Дом Ефтиц, и там все вопросы. Тут хотя бы все знают, куда обращаться. Алин, тогда давай, конечно, от того, что все знают, что обращаются в СНАП, это, наверное, не значит, что все вопросы совсем легко решаются. Как ты видишь из своего опыта, какие сейчас главные вызовы для белорусских филакантов, которые едут во Львов или через Львов, и что их как удается решать? Я понимаю, это будет сильно отличаться от Польши, или не совсем? Ну, сейчас главные вызовы это для тех, кто, как я уже говорила, или поезжают из Киева, это вообще найти какое-то жилище во Львове, да, учитывая, что цены возросли там в два-три раза, учитывая, что белорусов могут неохотно взять в качестве квартиросъемщиков. Вот, это, наверное, основной. Я так понимаю, что военное положение, я, кстати, вот только что сейчас сижу и думаю, а вдруг воздушная тревога, а я как бы вот так вот, да? Если что, воздушная тревога, ты бросай зону и беги. Хорошо. Если что, но это еще один момент, главное береги себя. Вот, и я так понимаю, сейчас действуют законы военного времени, но в Украине еще здесь все осложняется тем, что в каждом, как это, в каждой избушке свои игрушки и в каждом отдельном там пункте тебя могут либо выслушать, либо прислушаться, особенно, если ты вооруженный, принесешь их там какие-то законодательные там акты, там будет ссылка на них, либо изначально как бы тебя там, ну, мягко говоря, пошлют. И вот с этим всегда нужно как-то работать. Вот, у меня вот, я вижу в чатике сейчас нашу соотечественницу Юлю Чернышеву, у которой там своя история по поводу того, как она пытается легализоваться в Беларуси, ой, в Украине сейчас, во Львове, возможно, она задаст вопросы, как, или там, поделится своей болью, потому что, ну, такой, такой интересный, сложный кейс. А так пока, пока все поставлено на паузу, и где-то футболят, где-то говорят, что приходите уже тогда, когда как бы станет более-менее понятно. Но это именно к вопросу легализации, например. Остальные вызовы, ну, переждать, кому-то переждать, там, ну, и опять-таки финансовый вопрос, в смысле, с карточками, да. Это вопрос с карточками вообще, хоть как-то решается, или все просто очень смирились, что нет, у тебя карточек и не будет, и все, как бы. Его пытаются решить, на самом деле, при том пытаются решить, ну, очень точечно, в том плане, что мы подавали от диаспоры, например, от волонтеров, там список, там буквально 10 имен, фамилий, чтобы разблокировали через какой-то процесс верификации, да, ну, понятное дело, что отмахиваются, и все понимают, что это сейчас не первостепенная важность, и такой же список подавался, как, насколько я знаю, от Белорусской Ассоциации Журналистов для медийщиков, то есть я есть, в принципе, в обоих списках, но пока карточки заблокированы, но вчера у нас был успешный кейс, кстати, карточку одного банка у моего коллеги и друга, она оказалась разблокирована внезапно, то есть... Ну, я знаю, что случай, когда разблокировали, и потом через время блокировали, поэтому... Поэтому он сразу снял все деньги... У него есть и собирается сразу... Да, он сразу, он тоже подумал, что вдруг сразу же заблокируют, какая-то... что-то вышло не так, и молодец, сразу среагировал. Но это уже... Это, наверное, уже как это... Инстинкт белоруса сразу надеяться на худшее и делать в какой-то конкретной ситуации, пытаться выжать какой-то максимум из этой ситуации. Белорусы знают, что наличные доноры это всегда надежный способ, да, белорусов этому учить не надо. Это бабушка тебя тоже научилась. Да, ну, я, наверное, тут больше ничего не скажу. Вот, все остальные вопросы у нас, те, которые действовали во время там... то есть сейчас все просто по-другому, да, понятное дело, что, возможно, спустя какое-то время что-то еще изменится. Каждый день прилетают какие-то новые ограничения, например, да, там, какие-то... я не знаю, там, какая-то сеть отказывает в обслуживании белорусов, там, я имею в виду сеть питания, там, или... в общем, с этим тоже сталкиваться приходится. Но это уже какая-то системная работа, и, ну, я верю в том, что мы здесь сможем что-то изменить даже вот нашей маленькой группой, ну, и с помощью Белорусского информационного центра. Спасибо, тоже очень хочется доверить, когда прям сеть питание отказывается, это уже как-то совсем печально, ладно, банки носить питание. Ну что, Женя, тогда расскажи, может быть, ты из твоего опыта и грузинской ситуации в целом, и с акцентом на бизнес в частности, с какими основными вызовами сталкиваются, вот уже упомянул вопрос, с банками, которые тоже, скажем, непростые, точно так постепенно решаются. Ну, и что из этого, собственно, удается как-то решить? Спасибо большое, у меня ведь есть возможность перед двумя спикерами подготовиться, сделаю себе заметки. Я вообще в целом написала, наверное, про белорусов именно в Грузии, у меня фокус на Грузии, конечно, я знаю немножко про другие страны, но не так глубоко. Смотрите, какие вызовы вот у всех, кто сюда приехал, неважно, это будет политический мигрант или экономический релокант. Первое, это все-таки это страна не европейская, как бы они не хотели попасть в Евросоюз, у них очень сильно отличается менталитет от нашего, то есть мы там быстрее поймем европейские какие-то правила, чем грузинские, и менталитет сильно отличается, и поэтому белорусы сталкиваются постоянно с отсутствием, с последствиями несоблюдения договоренности со стороны грузин, не потому что грузины такие, плохие, а потому что они такие, и в принципе на Кавказе... Другое представление о том, что такое договоренность, насколько договоренность, завтра, прям жёстко завтра. Да, да, вплоть до того, что грузинская пять минут, это 50 минут или два часа. Потом следующий вопрос, наверное, который очень важен, это бытовой, из-за большой волны миграции, плюс туристический сезон начинается, очень серьёзно увеличились цены на жильё, причём представление наше о достойном жилье за 500 долларов отличается от грузинского представления. И здесь немножко отличаются строительные нормы, и поэтому часто возникает дискомфорт и непонимание, не знаю, почему вентиляции нет или почему душ над унитазом, условно, я смеюсь, да, то есть и всё-таки те, кто приехал в первую волну миграции в Грузию в более лучших условиях, чем те, кто приехал сейчас, потому что была массовость, цены на аренду жилья до сих пор не упали, и это большая проблема, в том числе я с ней столкнулась живой в гостинице. Что ещё? Сервис очень сильно хромает, вот я так скажу, он другой, всё другое, то есть тут и белорусы, которые привык жить на наших аккуратных улицах в чистоте и ходить в определённой сети магазинов и знать, что даже в маленьком магазине на прилавке будет то-то, 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 здесь, столкнувшись с этим, есть такое непринятие, я очень много слышу, что кто-то Грузию принимает, кто-то нет, но и плюс язык, знаете, не латиница, здесь же грузинский алфавит, он же уникальный, то есть если там ещё в Литве больше и так мы можем прочитать, чуть понять, потому что ближе к белорусскому языку, в Литве всё равно латиницей, ты как-то там с переводчиком воспользуешься, здесь БТВ вопросы очень сильно выбивают и много времени отнимают для их решения, медицина, она здесь платная и я не могу сказать, что она не на очень высоком уровне, но есть вопросы и я думаю, что те, кто с семьей приезжает, они с этим столкнутся, страховка достаточно, она недорогая, но на семью будет иметь какой-то вес в бюджете и мне кажется, что ещё беспокоить тех, кто сюда приехал, сама политическая ситуация в Грузии, потому что у них есть две, я предпочитаю называть это спорной территорией, для того, чтобы, ну, я не гражданка этой страны, я не могу давать какую-то объективную позицию, называя их спорными территориями и есть, конечно, опасение, что после ситуации в Украине будет в Грузии могут там усилиться влияние России или там Грузия станет следующей после Украины. И плюс ко всему всё-таки не все грузины поддерживают политику действующей партии, действующего правительства, и это очень видно на улицах, ну, то есть, чтобы вы понимали, в Грузии всё увешано, просто каждая машина, каждое здание, везде будет знак, флаг Украины, что, например, не скажешь про Армению или там про соседние страны, где такое ощущение, что вообще ничего не происходит, и мне кажется, это немножко там внутренняя политическая ситуация может там вызывать опасения у белорусов, потому что могут не всегда рассматривать эту страну как уже для оседлой жизни, а как тоже временно, чтобы опять собрать чему дан и куда-то поехать. Что касается бизнеса, то есть, я понимаю, что Вадим меня для бизнеса позвал в первую очередь. Я позвал для разных, а это как раз очень нравится, что у нас у каждого спикера есть с одной стороны свой фокус на стране, но с ней повторяются страны, в то же время у каждого спикера есть свой уникальный опыт в какой-то спикере, мы тут всё сочетаем. Скажем так, с точки зрения ведения бизнеса условно в Грузии, это намного проще, чем в Беларуси и я уверена, чем в Европе, поскольку у них этот и governance хорошо, там электронные сервисы работают государственные и в целом более-менее всё понятно, кроме того, что здесь грузинский язык и ты не можешь нормально даже перевести внутри, поэтому есть такой вопрос, но я, наверное, больше всё-таки работаю с системным большим бизнесом, то есть большими компаниями, поэтому с то, с чем я столкнулась, вот я на данном этапе административный директор в двух компаниях, помогаю им, условно, наладить процессы, взаимодействую, координирую с местными юристами, бухгалтерами и другими провайдерами услуг и с то, с чем я столкнулась, это непонимание вообще белорусского и, тут же скажу, и европейских правил ведения бизнеса, то есть, ещё раз, несоблюдение дедлайнов, отсутствие управления ожиданиями, какой следующий шаг нужно сделать, и то, чем мы сейчас пытаемся здесь заняться в Грузии, это создать ассоциацию белорусского бизнеса для того, чтобы рассказывать правительству и в том числе высокопоставленным лицам, почему нужно не отторгать белорусский бизнес, а принимать, потому что, да, даже если часть людей здесь не останется и бизнес уедет, он всё равно там окажет влияние в целом на бизнес-среду в Грузии. Так, и, наверное, то, что для белорусов важно, для тех, кто там, ну, там, для тех, кто переехал сюда, немножко здесь подхрамывает то, к чему мы привыкли, это проведение различных мероприятий бизнес-характера, каких-то обучающих, здесь есть там различные коворкинги, но они всё-таки нацелены не на русскоговорящее сообщество, там, на экспатов, ну, таких намадов, которые там по всему миру ездят, и, в общем, если коротко, то бизнес, где сталкивается немножко с отсутствием инфраструктуры, к которой мы привыкли, или которую мы там за 30 лет самостоятельно сделали в Беларуси. Я не знаю, если более детально по банковским счетам или там почему-то по налогам, то это ожидаемо. просто рассказать про эти проблемы и сложности, да, для тех, кто с этим непосредственно не занимался, насколько, в общем, какие круги проходят, чтобы открыть карточку в Банкове, Джорджи. Ну, карты, ну, смотрите, то есть я вот расскажу там условную историю. Значит, у нас там большая компания открыла здесь офис, мы очень рады, что нам наконец-то открыли счет, это заняло 15 дней, ну, я имею в виду компанию именно открыли, и тут реальные работники, которые физически находятся в Грузии, которые периодически там мигрируются, сразу нанимаются в компанию, мы подключили зарплатный проект, который там в Беларуси это вообще там элементарная вещь, там типа автоматически ты нанимаешь работников любых, и там условно компания берет на себя все расходы и административные вещи по как минимум открытию карты обслуживания, сотруднику нужно только прийти в банк и забрать физически карту. Здесь такая история вообще не работает с белорусами и россиянами, украинцами работает по той причине, что QIC процедуры теперь проходят каждый самостоятельно. И, а вот еще интересное наблюдение, которое я, те люди, для которых большие зарплаты, это айтишники, синеры, которые там высокие позиции занимают, с зарплатами вообще непонятными для Грузии, как можно 10 тысяч долларов зарабатывать, например, просто работая на какую-то компанию, вот у них у всех отказы, потому что по непонятным причинам, то есть грузины считают, причем отказы в очень многих банках, потому что, как мне объяснили, могут считать, что через зарплату как будто осуществляется вывод денег для финансирования какой-то запрещенной деятельности в Грузии, вот, и вот с этим, конечно, мы сейчас сталкиваемся, это нужно рассказывать, но вообще, смотрите, у меня всегда такая позиция, если ты хочешь, будешь находиться в этой стране, хочешь здесь работать, находиться, в конечном счете ты счет себе откроешь, просто это не так легко, как это делается в Беларуси, но в принципе, будем откровенны, это не так это легко и в Европе, делается в нормальном банке, это там, пессера какая-то, там, платежная система, где ты не можешь всеми услугами пользоваться, условно, там, просто как платежный счет у тебя, ты можешь открыть, да, но там, при превышении, там, 10 тысяч евро за поступление, у тебя тоже появится вопрос, в Европе тоже не так легко, поэтому непонятно мне, почему здесь все возмущаются, почему в Грузии не открываются и счета. Обычная процедура банковская, да, столкнулись с этим, да, такое будет, и это нормально, в этом ничего такого есть, а мне, как человеку там, с опытом по международному структурированию бизнеса, да, ну, просто хотели все быстро, не получилось, планы поломались, но в целом, ну, просто все эти люди не открывали банковские счета в США, да, поэтому на этом показался больше не трудно. Да, я к тому же, у меня по этому позиция сейчас такая, да, ребята, как бы, не имеют права мне открыть вам счет, не обязан, в своей стране вы легко это сделаете, потому что ваша страна вас знает, она видит ваш там паспорт, она видит там ваш адрес регистрации, может проверить, здесь никто не может проверить ваш действительный бэкграунд, поэтому действительно нужно приносить, чтобы вы понимали, я даже белорусским бухгалтерам объясняю, зачем нужно справку о доходах в белорусской компании предоставить, и там контракты, прям бухгалтеры белорусские на меня кричат, что это конфиденциальная информация, банк вообще обнаглел, поэтому мир меняется, еще, кстати, я хочу сказать, что наблюдение, которое я вижу, прям меня, оно очень радует, с 20-го года белорусы стали менее инфантильными, и вот Кристина говорила, что каждый теперь сам за себя, и вот я как и по своей правозащитной деятельности заметила, что чем меньше обращений за помощью, особенно финансовой, тем больше для меня, или там отказа от помощи по причине мы там наш выбор, мы сами за себя заплатим, тем лучше, и вот меня очень радует, как юриста, что сотрудники теперь задают вопросы про налоговое резидентство, как мне там спланировать свое нахождение в разных странах, какие у меня есть риски, и это прям для меня очень такой высокий рост осознанности, в том числе в бизнес-вопросах, но я думаю, что мы столкнемся еще с многими вопросами в Грузии, тут же вопрос такой, что мы непонятны для них, и точно так, я думаю, и в Польше, и в Литве, спасибо, кстати, большое, там Литва, мне кажется, нас больше всего поддерживала после 20-го года, и как-то там под нас подстроила там некоторые там законы, я думаю, что у Грузии просто внутренних много своих проблем, и им до белорусов, еще нужно ходить и доказывать, что мы что-то здесь хотим хорошее делать, и спасибо, что вы нас здесь принимаете, поэтому вот такие вызовы, и я уверена, что не будет в других странах, там клиенты открывают офисы по всему миру, точно с тем же сталкиваются, паспорт токсичный нас, проверяют, нужно доказать, что это не в санкционных списках, бизнес не в санкционных списках, и что легальные доходы, объяснять бизнес, я прям всем говорю, сейчас готовьте презентации, прямо очень простые, чтобы на простом языке все могли понять, любой сотрудник, как работает ваш бизнес, и что вы будете делать в этой конкретной стране, поэтому ничего, новые реалии, прорвемся. Да, спасибо, спасибо, Женя, за такой оптимизм, я в всякий момент всегда понимаю, что ты натисшник, который делает сайт, объяснить всем, чтобы было понятно, чем ты занимаешься легко, обычно, конечно, мне всегда значительно труднее кому-то делать, в какой-то стране, быстро, кратко объяснить, чем я занимаюсь, почему это легально, но что же поделать, я тоже смотрела, и, как всегда, last part of the list, Александра, может, многое сказали про разный опыт, про разные трудности, с которыми, с которыми сейчас можно сталкиваться, может быть, тогда, вот, больше поговорим про тот опыт решения проблем, как это удается делать, потому что, вы уже упоминали, что народное посольство, по сути, занимается адвокатированием, смотрит на разные ситуации, что там, условно, там, Кипр, что-то там, по санкциям гибко надо как-то надавить, немножко про такой вот, может быть, тогда поговорим, успешный опыт, как удается, вот, какие-то такие вызовы белорусам вместе решать. Спасибо, я бы хотела просто еще, так, чуть-чуть коснуться того, что, например, говорила Кристина, да, по поводу тех проблем, по сути, проблемы адаптации, да, которые возникают у всех, да, то есть, это то, как раз, чем сейчас помогают, там, народное посольство, то есть, информацией, там, как, там, где искать недвижимость, как ее снимать, как устроить, там, детей в садике, и так далее, и так далее, то есть, это, по сути, такая информация. Но вообще, как бы, скажем так, обычно, когда нету такого наплыва переселенцев, да, то есть, этим занимается государство, то есть, есть курсы языка, они же курсы адаптации переселенцев, и там, соответственно, помимо языка, дается вся вот эта информация, да, как заключить договор, какие основные, там, не знаю, социальные выплаты можно получить, какие основные магазины, там, интернет, система образования, и так далее, то есть, вся информация о стране, она дается, как бы, в таких курсах. Сейчас это, как бы, очень сложно, да, во-первых, потому что мы, как бы, можно это все получить только после того, как получаешь легальный статус, а это все, как бы, не быстро. Ну, и, соответственно, сейчас, как бы, у тех, кто живет достаточно давно в стране, тоже, как бы, такие сложности, опять же, с документами, да, потому что государственные органы, например, там, в Словении затягивают выдачу, там, документов, ВНЖ и так далее, потому что у них большой наплыв переселенцев, а, например, там, закончившийся паспорт белорусский, невозможно ли там какие-то справки, невозможно получить в посольстве, потому что, во-первых, сокращаются консульские отделы, вообще сотрудники посольства Беларуси за рубежом, а, во-вторых, вот сейчас пошла какая-то волна, когда они просто начали отказывать выполнять, по сути, свои консульские обязанности, то есть отказываются выдавать справки о несудимости, отказываются выдавать паспорта, или говорят, да, мы вам паспорт сделали, езжайте, пожалуйста, в Беларусь. Пока с этим, ну, как бы, сложно очень работать, потому что это должно быть такое же лоббирование на очень высоком, как бы, уровне государственной. Сейчас вот как раз, я пока не могу похвастаться какими-то прям решениями, да, прям успешными кейсами, потому что это, по сути, как бы, изменение законодательства вот с каждой стороны, да, то есть мы видим успешный, как бы, да, такой вариант в Польше, когда выдаются вот эти местные проездные документы, и то, что сейчас вот, как бы, занимаются там народные посольства, одно из таких направлений, это, чтобы, там, белорусам выдавались паспорта иностранцев, они есть в очень многих странах, то есть для тех, кто живет, как бы, в этой стране, они являются гражданином, но им все равно выдается паспорт. Это немножко другое, насколько я помню, как бы, да, то есть не совсем то же, что выдается беженцам. Я просто на секундочку хотела бы, Александра, вот вас дополнить по этому поводу. На самом деле, большая часть стран, в которых там релацировались, а может быть, даже и еще в будущем поедут белорусы, я просматривала законодательство многих стран относительно проездных документов, и эти проездные есть документы во многих странах, проблема только в том, что они же выдаются людям со статусом международной защиты, беженства, а мы же не очень хотим все это беженство получать. Часто от белорусов это слышу, что это так страшно и ужасно. Ну, это, знаете, тоже вопрос такой, что мы сами себе вырыли яму, да, то есть по факту белорусских беженцев очень много, но когда люди не называют себя тем, чем они как бы являются, фактически мы должны с нуля пробивать какие-то совершенно новые механизмы, в том числе там просить дополнить нашими там легальными статусами эти положения о проездных документах, хотя они в законодательстве существуют, просто для определенной категории граждан, потому что, ну, очевидно, что проездные документы страны не должны выдавать всем иностранцам, которые приехали в эти страны. То есть вот такое, мне кажется, это тоже очень важный разворот проблемы, что по факту мы не назвали себя изначально тем, кем мы являемся, и вот как бы что имеем, то имеем. Извините. Пократите, спасибо. Мне кажется, это очень важно, да, замечание, потому что, мне кажется, если мы начинали с того, что мы не вникаем в эти детали, как себя называть, по-разному, ну, да, очевидно, что это я могу так легкой руки сказать, что они будут вникать в термины, ну, конечно, да, у нас органы в термины. До момента, пока у тебя возьмем паспорт, не начнет заканчиваться. Да, вот-вот-вот. И я думаю, да, у меня везде доноится такая мысль, что эта проблема паспортов, она же будет понятна актуализироваться с каждым днем, потому что все больше и больше людей начнутся проблемы с завершением срокопаспорта. Я в голове, если есть такая мечта о том, что там, как было сто лет назад, начну когда-нибудь выдавать какие-нибудь паспорта нации на какие-нибудь на уровне защиты особой, особо пострадавших белорусов, но это так, на уровне моей мечты. Но это главная тема для отдельного разговора. не буду в комитете придуманного. Называется «О статусе беженцев», да, то есть уже все-то... Ну, да, может быть особо конкретно для белорусов. Ну, посмотрите, Александр, возвращаемся в детстве. Да, тут два таких замечания. То есть, во-первых, как бы эта информация актуальна и для тех, у кого уже легальный статус. То есть даже если есть по МЖ, ну, закончились там вот страницы в паспорте, и что делать? Да, то есть, например, особенно, ну, вот, ну, как бы, вот все, в Беларусь нельзя, то есть человек там подозревает, например, что там уголовка, да, в посольство, как бы он, вот, посольство не выдает. И, соответственно, здесь я думаю, что, насколько я слышала, что там офис Светлана Тихановская сейчас опять начала, как бы, работать, возобновляет работу по поводу электронных паспортов, да, потому что несколько таких инициатив есть. И вот я думаю, что, возможно, это получится, опять же, на волне, как бы, вот этих вот, как бы, большого количества переселенцев, в том числе белорусов, в которых нет документов. Вот, но это пока, пока как бы в процессе, потому что вот то, что касается официальных документов, это Женевская конвенция, как бы, это, ну, соответственно, как бы, все вот эти вот правила по поводу, как бы, документов, легализации, апостелирования, там и так далее, это все очень сложно и очень сложно, как бы, европейцев заставить сделать что-то, чего они никогда до этого не делали, придумать новые вот эти, как бы, механизмы и процедуры, это вот то, что сказала Кристина, да, которых еще никогда не было. Они понимают, что они столкнутся с этой проблемой, решать, пока они ее не хотят, и вот сейчас как бы только вот эта проблема идет, ну, как бы, вот, начинаются какие-то вот попытки ее решать. Третье еще хотела бы что сказать, то, что делали, опять же, и народные посольства, как бы, и диаспоры, это сбой информации о тех проблемах, как бы, с которыми сталкиваются белорусы, да, то есть это могут быть как бытовые, так и, например, там, отказ сотрудничества, потому что мы тоже понимаем, что это такая, как бы, проблема стигматизации белорусов есть. И, как бы, вот по опыту, других документов, которые вот в итоге сформировались, часто получается, что вот те претензии, как бы, и заявки о том, что вот там белорусов притесняют, они сводятся, как бы, к нескольким категориям, то есть первое, это как бы санкции, да, и связанные, как бы, с ними, например, там, закрытие счетов, там, или, как бы, дополнительные проверки, если там на счету больше, не знаю, там, 100 тысяч евро. Второе, это просто вот, как бы, банк перестраховывается и делает дополнительные проверки, то есть там говорят, ой, мне там позвонили из банка, хотят закрыть банк, хотят закрыть счет, дальше, как бы, идет верификация, как бы, этого кейса, и оказывается, что не просто закрыть счет, а они попросили там предоставить дополнительные документы, например, да, или там просто банально, там, из стекла карточка ВНЖ, не успели сделать, и, соответственно, из-за этого, то есть не из-за того, что Беларусь, как бы, нам, ну, вот просто так совпало. Третье, это очень много неподтвержденных, опять же, кейсов, да, когда это просто слухи, я понимаю, что это идет такая, как бы, информационная кампания, ну, по крайней мере, она шла где-то там месяц назад, да, по поводу того, что там украинцы начинают наезжать на белорусов, белорусов начинают притеснять везде в мире, и так далее, и так далее, это тоже, как бы, такое вот подогревание негатива, вот, и четвертая, как бы, такая категория, это эмоциональные реакции, да, то есть, ну, как бы, это вот, не знаю, там, отказали, да, в найме, там, квартиры, или, например, где-то вот машину, там, например, поцарапали, и так далее, то есть, как бы, вот такие кейсы, соответственно, как, ну, то есть, здесь, опять же, от народных посольств, от диаспоры идет, как бы, помощь конкретно, там, с информацией, и помощь, как бы, в конкретно, ну, какая-то вот, помощь во всех вот этих вот, там, небольших кейсах, да, а по поводу того, вот как, например, те же народные посольства влияют на политику стран, у нас прям вот есть следующий вопрос, поэтому я сейчас прилагусь и поговорим потом еще в следующем раунде. Спасибо большое, Александр, а вот, что называется, следующий вопрос, и задавайте нас слово не надо, потому что его уже замечательно озвучили, действительно. Понятно, что проблемы бывают очень на, да, на разных уровнях, но, и можете, понятно, вопросы пересекаются, мы частично затронули, но даже и Кристина Красотова начинала, упоминала про то, что оказывается, что вот эти новые белорусские диаспоры, влияя на политику стран, где находятся, в итоге могут уже оказывать помощь не только и себе, но и граждан Украины. Давайте, может быть, сейчас обсудим именно вот с акцентом, во-первых, на то, как белорусские диаспоры смогли помочь не только себе, и с акцентом, да, именно по влиянию на политику, не только на кейсы, но какую-то в целом оценку, насколько успешно это удается, потому что, опять же, мы видим, да, мы видим вполне конкретно, например, Польша, где не надо обсуждать, удалось ли влияние, вот, пожалуйста, вот есть белорусы, есть рабочая группа, есть решение вопроса, а насколько удается этого добиваться в целом в других странах, где легче, где сложнее, и какие есть успехи, ну, наверное, Кристина может больше начать с какого-то, в каком смысле, позитивного опыта, потому что уже вот есть этот опыт встречи, уже есть опыт работы, и, наверное, ты тоже видела в процессе, наверное, в чем-то было вообще такое легкое и белорусом сочувственное, а где-то, наоборот, приходилось продираться через пять не очень взаимные непонимания, какой, в общем, тебе кажется, можно из этого вынести полезный опыт, условно, например, для других стран, где тоже диаспоры думают, что классная идея была создать вот такую рабочую группу, чтобы там представители диаспор, народных посольств, разных, суполок, чтобы они могли в такие рабочие группы войти и наболевшие вопросы решать. Вот что тебе кажется, какой поисковый опыт тут мог бы быть полезен, что из него можно использовать? Не знаю, для этого надо, чтобы тоже приехала Тихановская с кем-то встретилась, или для этого нужно какие-то еще действия, какое вообще-то нужно быть? Мне кажется, я могу просто сейчас сесть и вот пять часов об этом говорить, обо всем, да, потому что у меня есть разные сопротивления, но буду коротко, конечно. Значит, мне кажется, что все это работает в коллаборации, да, потому что, ну, понятное дело, что офис такая, как бы, политическая структура, которая имеет доступ уже там к контактам и так далее, да, и про это постоянно мы говорим, и мы часто вот наблюдаем, когда происходит там визит, да, и какие-то изменения там в стране с правами белорусов происходят, но как бы всегда же нужно идти с чем-то, да, и тут нужно понимать, что человеческий ресурс, в том числе, там, офис, он очень ограничен, да, и быть экспертами во всем нет никакой возможности, и в этом плане диаспоры, посольства народные, просто инициативы, организации и так далее, если они уже обладают каким-то экспертным капасити, то вот вот эта коллаборация, она прекрасна, и на этом, собственно говоря, мне кажется, если говорить там про, знаете, там, рецепт успеха, то вот польский кейс, он как бы на этом и сработал, да, потому что как-то организации, ну, они, конечно, с местными органами там взаимодействовали, но какого-то более высокого уровня не имели возможности доступа, да, когда произошла вот у нас встреча с министром внутренних дел, то я была очень хорошо к этой встрече подготовлена, потому что у меня была постоянная коммуникация с организациями, которые оказывают помощь белорусам и знают, с какими проблемами сталкиваются, но не на уровне там хаотичного пересказывания, а на уровне сформулированных, четко проработанных проблем, и это в том числе, ну, понятное дело, у меня, конечно, всегда будет уклон в право, потому что я юрист, и поэтому мне кажется, что основа основ вообще там всегда что-то где-то в законах, вот, но с другой точки зрения действительно очень многие права, которые мы тут просим, да, как, то есть в Польше критическая масса белорусов, да, и это уже заметно становится, просто когда мы сталкиваемся со странами, где белорусов там, ну, не 3-5, ну, понятное дело, там десятки, да, то есть, но это не выглядит как вопрос, который нужно решать, это не такая критическая масса, где нужно что-то менять под эту категорию людей, но когда их много, тогда возникает вопрос, окей, тогда какие у вас есть проблемы, давайте разберемся, и здесь, да, есть там хотелки наши, да, чтобы там медицина была бесплатная, детей с ходу в садик пристраивали, открывали счета, прям вот так вот по щелчку пальцев, желательно просто на шенгенской визе, там, в Польше или там в Грузии просто, потому что мы пришли, и мы классные, там, виды на жительство всем раздавали вот так, там, каждый день, то есть, это понятно, что мы это хотим, да, но опять же есть какая-то рамка, и это рамка законодательная, в первую очередь, да, то есть, не всегда то, что нам кажется правильным, что вот было бы классно так, ну, нет возможности, допустим, ну, к примеру, там, я не знаю, вот гуманитарные визы в Чехии, да, но их просто нет в законодательстве, мы можем сколько угодно просить у Чехов выдавать гуманитарные визы, но если там их нет, то значит, они должны там появиться, то есть, это первый шаг, как бы, к этому, и возвращаясь, как бы, к хотелкам и этим рамкам, мне кажется, еще тоже, мне очень понравилось то, что Евгения говорила там про контекст, да, есть культурный контекст, а есть еще политический контекст, да, и не буду там вдаваться в подробности и долго говорить, но я сказала, что у нас было две попытки поменять законодательство вот в этой короткой перспективе сейчас после начала войны в Украине, и это было не вопрос наших хотелок или законодательной рамки или каких-то переговоров и так далее, а внутреннего контекста Польши, как они строят свои политические процессы, и это нужно учитывать, потому что когда есть желание повлиять на ситуацию, но нет понимания, как действуют процессы в стране, это очень плохо складывается, да, и кажется, будто бы успеха нет, и еще тоже маленький интересный моментик, политическую конъюнктуру или что-то такого около того, вот Министерство внутренних дел, вот у вас с чем ассоциируется? Что это? Понятно, с губовиком, ОМОНом и ДМИ. Понятно, с чем, да. Милиция, да, вот милиция, губовики, все. Так вот, в европейском контексте Министерство внутренних дел, это все-таки министерство, которое решает внутренние дела, так вот представьте, пожарная служба, миграция, они все относятся к Министерству внутренних дел, да, то есть то, с чем мы привыкли других функций у них нету. Министерство внутренних дел здесь компетентно решает другие вопросы. И это тоже такой хороший момент на подумать, с кем мы должны вести дела, то есть как мы должны погружаться теперь в контекст и других стран, да, то есть банально, если мы хотим решить вопросы с миграцией, мы должны открыть сайты Госорган и посмотреть, а кто вообще миграционными вопросами занимается. И оказывается, что это министерство, на котором мы, белорусы, с культурным кодом Министерства внутренних дел, это милиция, не можем просто это изначально сложить как дважды два. Ну, а вот когда это все складывается, то в принципе вот успех получается. Поэтому, знаете, недавно я про этот польский кейс рассказывала на одном курсе по адвокации и вдруг подумала, о, ничего себе, классно, что все эти годы были, когда там были школы по адвокации в Беларуси и так далее, да, как хорошо, что мы с такими навыками как бы сталкивались уже. Но это вот оно реально есть, то есть вот это влияние, которое здесь мы, да, назвали, это просто адвокация интересов, но она же состоит не просто из хотелок и пойти поговорить, да, то есть это этапы, это очень большая и экспертная, и какая-то подготовительная часть, то есть поэтому, ну да, белорусы теперь должны быть еще более профессиональными, чем они были до этого. И я уже жду, когда мы вернемся домой, потому что мне кажется, что такими эмоцными як зараз уже николь мы не были. Это докладно все мы чекаем. Это, конечно, Кристина описывает составляющую успеха, ты скромно умолчала, но я, например, десяток не могу не отметить, что очевидно, да, что одна из составляющих успеха это то, что ты оказалась в этом месте, которая была и тут, и связи с Польшей, и в офисе, и опыт до этого связи адвокативных компаний, понимание, как это работает, и все это, очевидно, тоже, конечно, сыграло важную роль, и можно скромно умолчивать, но это тоже факт, на самом деле. Это тоже, и это не только комплимент на себе, но и, мне кажется, в том числе к опыту для других стран, что, в общем, всем, кому надо понимать, что это не только мы с своими какой-то личной жизненной историей, но и это возможность, да, в нужном месте какие-то свои компетенции использовать и в итоге решить вопросы для десятков тысяч людей, это все очень важно. А тогда спасибо, Кристина, давайте тогда пойдем дальше, и вот я тоже понимаю, что то, чтобы белорусский информационный центр во Львове был эффективен, тоже очень важно, чтобы им занимались не те люди, которые просто на волне того, что им наболело, решили как-то изучить, каково это вообще, просто странировать информацию, да, очевидно, когда этим занимаешься те, которые, мягко говоря, чуть-чуть знают, эти медиа работают, это может быть сильно эффективно. Поэтому расскажи, может быть, как ты это видишь, опыт, который есть, и как ты видишь, что еще нужно как раз для того, чтобы можно было влиять именно на таком политическом уровне, в том числе, в Украине, при том, что уже где-где, а в Украине сейчас на политическом уровне, прямо скажем, очень разные бывают отношения к Беларуси и к белорусам. Да, но при этом как бы есть хорошие кейсы, хороший опыт, когда благодаря белорусам, которые были в Украине, работали с этой темой, был продлен срок пребывания как бы до 180 дней из 90-х, и это дало такую очень классную передышку для многим, да, вот, и он был продлен сначала на 2000, ну, то есть он дважды был продлен, и это, честно говоря, хочется, чтобы и дальше это как минимум работало. Да, так получилось, что сейчас Белорусский информационный центр, это, как ни странно, инициатива-то пришла как раз от украинцев, и в этом я тоже вижу положительный момент, потому что они осознали... То есть это запрос на это, да? Да, запрос пришел именно от украинцев, от медиа-сообщества одного тут, и они признали, что, несмотря на то, что мы соседи, оказалось, что о Беларуси не очень много знают, да, кроме того, что есть Лукашенко, который начал вдруг, предоставил территорию для российских военных, техники и самолеты летят с территории Беларуси. вот, и задачей стало именно работать с медийной, с медийщиками тут в Украине, информационная составляющая, чтобы была, чтобы мы производили и распространяли контент, который касается и Беларуси, и Украины, и на презентации центра я рассказывала о том, что я пыталась просто донести, какие, до какого абсурда сейчас доходят та же самая репрессия в Беларуси за малейшее проявление солидарности с украинцами, просто чтобы, ну, хоть какое-то понимание было, да, то есть, да, были какие-то агрессивные реакции, ну, агрессивная реакция была, но я думаю, что с этим просто нужно работать. Ну, это тоже такая, не знаю, там, адвокат, амбассадор, то есть, нам сейчас всем приходится поодиночке быть амбассадорами своей страны, и от того, как каждый из нас общается с окружающими украинцами, как бы, зависит их отношение к беларусам. Я уже говорила неоднократно, что за то время, пока я тут была, это уже скоро будет 16 месяцев, мне повезло, мне реально повезло, у меня тут сложился круг общения, и они меня воспринимают как друга, прежде всего, а потом уже, как бы, плюс они, да, они там знают причины, по которым я тут оказалась, поэтому мне в этом плане легче, и в том числе легче, и, ну, там, не продавливать, не, ну, решать какие-то вопросы, вот, и они видят, что я тут, они видят, что я рядом, что я предлагаю помощь, что мы помогаем своей, небольшой частью беларусов, которые остались, мы помогаем украинцам, и они к этому очень позитивно относятся, вот, и, как я говорю, важно просто общаться, я просто пытаюсь разговаривать со всеми, с таксистами, не знаю, там, с соседями, соседи меня, кстати, приветствуют, живи в Беларусь уже давно, вот, и это очень, ну, для меня это важно, вот, а еще я вчера списывалась с Валерием Ковалевским, представителем, то есть, естественно, интерес возник, когда появилась информация о том, что офис тем сил собирается организовываться в Киеве, вот, и мы списались, а так как меньше, чем месяц назад был уже визит сначала в Киев, а потом во Львов представители как раз офиса Светланы Тихановской, и здесь у нас была такая небольшая встреча сначала с волонтерами белорусскими во Львове, потом была уже такая больше официальная пресс-конференция для местных СМИ, конечно же, ну, мне сказали, Валерий сказал, что эта встреча как бы и в Киеве, встречи в Киеве, встречи во Львове, естественно, стали поворотной точкой для принятия решения об открытии офиса Демсил в Украине. И для меня сейчас это, на самом деле, для нас всех это очень важный вопрос, очень важный момент. Мы надеемся, что, ну, мы, конечно, думаем, что это должно было все раньше произойти, но маем, что маем, вот, и сейчас, я надеюсь, в том числе, на сотрудничество с Позоросским информационным центром во Львове, потому что это сейчас такой хаб, я не знаю, просто во всех смыслах, логистический, гуманитарный, тут большое количество людей, там, каких-то миссий, ну, короче, я надеюсь, что нам, у нас, работа у нас точно будет, вот, мы сотрудничаем информационном плане, мы получаем информацию, например, о деятельности батальона имени Кустуся Калиновского, а это один из основных вопросов, конечно же, который так или иначе всплывает, когда мы начинаем защищать свои, свои неинтересы, но как бы пытаемся отстоять имя белорусов в Украине, да, то есть, в общем, да, еще хотела бы сказать, что интерес не только у медийщиков есть, но также у каких-то НГО, то есть, вот, вчера у меня была встреча с представителями ОПЛ-администрации Львовской области, то есть, они хотят делать какие-то совместные мероприятия в культурном плане, предоставить, возможно, помещения для каких-то мероприятий, не мероприятий, там, курсов украинского и белорусского языка, в общем, люди готовы идти на сотрудничество, это сейчас самое важное, и самый главный кайф, вот я прям даже сейчас, мне удивительно, что я говорю сейчас по-русски, потому что я здесь сейчас настолько привыкла говорить постоянно по-белорусски, самый главный кайф, это когда мы общаемся каждый на своем языке, понимаем друг друга, и, ну, они, украинцы настолько не слышали, как оказалось, белорусского языка, и сейчас настолько рады его слышать и воспринимать его как маркер белорусов и белорусскости, и это один из вот каких-то таких моментов, который нас соединяет. Ну, это может лирика, но на самом деле это очень важное дело здесь. Нет, это безумовно важно. Дякую, Алина, я раньше находаю, что сегодня на экспертном ватышном клубе у нас две процедонные мовы, белорусская и русская, это мода раньше, я не веду, не веду, это, конечно, может, оставляю по-русскому, я так сам не веду, или что, можно управлять на любой мове, но, что вот официально, сейчас у нас нет переводчиков с украинского, обсуждали Украину, делали их так. Окей, тогда, Женя, я думаю, по-грузински дальше, чем гамаржоба, говорить все-таки пока не рискнем, переводчиков точно не будет. вот, но давай, ты видишь, есть ли у тебя какой-то, не знаю, есть ли какой-то опыт в плане вот того, насколько вообще в Грузии есть какая-то возможность влияния на таком политическом уровне, или, как тебе видится, насколько это в будущем возможно, и что для этого нужно, исходя из того, да, из того опыта, который есть в других странах. Ну, смотри, вот, когда все разговаривали, я думала, сидела, что я могу сказать про Грузию. На самом деле, в Грузии находится огромное количество НКО, огромное, то есть первое время до, пока не было такой усиленной миграции IT, ну, то есть я перезнакомилась с большим количеством людей, которые занимаются НКОшной деятельностью, активистов в основном. Здесь, там, несколько, я знаю, организаций открыты, и там они, по-моему, если даже не ошибаюсь, в Тбилиси даже открылся кворкинг именно для НКО белорусского. Его, правда, здесь много, но, как мы понимаем, что в основном это люди, которые работают с последствиями и не влияют на ситуацию. Ну, конечно, у нас нет таких вопросов, как в Европе, там, с легализациями в Грузии, и, наверное, поэтому то, что делает белорусская диаспора, во-первых, ее немного, на момент, когда приехали, ее было немного, она здесь образовалась с приездом белорусов, и там всем известно, что белорусы активно выходили на акции, показывали, молдцы, показывали, что мы есть, что мы существуем, то есть, как бы, в целом, в повестке немного Беларусь была, но сейчас, ну, мы еще раз говорю, о Грузии своих внутренних проблем много, и, не смотря на то, что по моим оценкам, по цифрам очень грубым, которые могу сложить, здесь 1020 находится белорусы, да, я не могу сказать, что мы можем влиять как-то на политическую, ну, как бы, на политическую ситуацию, которая там, в Беларуси и Украине через Грузию, вот откровенно не могу. Единственное, что я, наверное, то, чем у меня возникла идея, и то, чем я, наверное, частично планирую заниматься, это все-таки защита бизнес-интересов бизнеса здесь, ну, не то, что лоббированием, давай назовем это, адвокатированием, для того, чтобы относились чуть получше, и, может быть, если у кого-то есть, кстати, доступ к грузинским журналистам по бизнес-тематике, я была бы очень благодарна, потому что я вижу проблематику, каждый день с ней сталкиваюсь, да, она вроде связана с бизнесом, но у меня очень стойкое убеждение, что если мы сейчас не поможем бизнесу сохранить своих сотрудников, белорусов чаще всего, и иметь здесь офисы, какое-то представительство, даже если это будет команд, то мы можем потерять, там, какую-то экономическую силу, которая после войны нам может помочь, там, условно, восстанавливать и Беларусь, и Украину в том числе, поэтому, пока я не вижу какой-то активности, влияющей на Беларусь, Украину, солидарность есть, ну, я имею в виду белорусов в Грузии, с украинцами и с белорусами, да, это есть, да, проводятся акции, огромное количество помощи гуманитарной было в Украину, отправлено из Грузии, и никто, как не белорусы, которые здесь уже было в достаточном количестве, этим занимался, с пониманием проблемы глубокой, но таких глубоких процессов сейчас не происходит, вот это мое мнение, и скорее всего, те, кто здесь приехал, активные люди, которые видят огромное количество и проблем, с которыми сталкиваемся, и вопросов, скорее всего, они самостоятельно, единично пытаются их решить, чего-то структурного и большого нет, не знаю, вот мы там планируем создать ассоциацию помощи, именно IT-бизнесу белорусскому, потому что он здесь больше присутствует, естественно, он распространится и на другой бизнес, без этого никак, потому что опыты будем делиться, не знаю, как это будет работать, пока так, пока, знаете, когда началась проблема в Грузии, я помню, кому-то писала, даже просила там обратиться, как там, офис Тихановской к правительству Грузии, я даже не помню, что это за проблема была, но очень не хватает, на самом деле, этого здесь, потому что вопросы там легализации, они как бы имеются, как белорусы, мы же люди скромные, мы пришли, сами все тихонечко живем, никому не мешаем, аккуратно что-то спрашиваем и не навязываем свои правила грузинам, благодарим их за то, что они нас принимают так тепло, но когда возникли проблемы и стычки с непониманием, что белорусы это не агрессоры, не нужно приравнивать их к россиянам, к сожалению, мы никакой поддержки не получили, и, как говорила Алина, сами условно были амбассадорами того, что есть, и каждый из нас столкнулся с определенными вопросами, но как есть все, то есть ситуация не то чтобы неутешительная, такая, какая есть. Спасибо, это тоже важно такое отмечать, и да, напомню, буквально неделю назад, может быть, когда Анатолий Лебедь, красотовец, приезжал в Грузию, встречался с какими-то депутатами, но, правда, помимо этих общих фотографий, ни одного конкретного заявления или какого-то тезиса, или заявление с грузинскими участниками, встречая Анатолий Лебедь, как-то сегодня не видел, так что, да, хочется проверить, что что-то из этого потом вырастет, но вот пока это особо не выросло. Да, еще, например, сейчас обсудим вопрос в конце с Александрой, и я, да, напоминаю, что если кто-то из участников захочет какой-то своей истории с тем, что мы сегодня обсуждаем, связанной, поделиться, вот именно про Юлю упоминала, или может, еще кто-то что-то хотел бы сказать, или наоборот спросить у кого-то, это тоже можно будет сделать, у нас в конце еще будет некоторое время, поэтому, если что, готовьте там вопросы и поднятые. И Александра, тогда снова вас в вот-нас-лист, давай тогда обсудим, исходя из вашего опыта, как вы уже сказали, что вы сами эту часть выступления перенесли на потом, так что вот сейчас как раз самое время рассказать о том, как народным посольствам вообще удается коммуницировать с политиками, властями в разных странах. Ну и, кстати, вот тоже мне всегда тоже лично интересно просто статус народных посольств, где и насколько удалось добиться какого-то статуса очень большего, чем просто, да, просто общественная инициатива, что я знаю, там в Швеции народное посольство даже браки заключали белорусы в полной-таки юридические процедуры, может быть, в том числе и об этом тоже мне кажется для многих актуально, потому что, да, опять же, как Кристина говорил, там если про из тех же паспорта они все сразу вспоминают, ну так про возможность закупить брак, тем более, это кажется не самая насущная задача в беженстве, а вообще-то тоже дело житейское и тоже важное. Спасибо большое, если позволите, я еще коснусь немножко вопроса Грузии, потому что была она ну как бы не так давно в Грузии, ну таким неполитическим, скажем так, неофициальным визитом и была у нас встреча с членами парламента, вот как раз с комитетом по иностранным делам и задавали вопрос по поводу поддержки Грузии как раз в Белоруссии, встречи там со Светланой Тихановской и так далее, то есть позиция Грузии в данном вопросе, что они очень боятся злит Лукашенко, потому что Лукашенко может признать Осетию и Северную, Северную Осетию и Абхазию, этому примеру негативному могут последствовать другие страны бывшего СНГ и соответственно как бы для Грузии это проблема, поэтому они предпочитают как бы вот держаться в стороне и как бы никак на это не реагировать, но вот на самом деле тоже на последнем созвоне мы обсуждали этот вопрос по поводу Грузии, потому что белорусов действительно много и как бы начали как бы работу по поводу того, что возможно как бы или пытаться организовать там народное посольство тоже или как-то по-другому работать для того, чтобы решать эти вопросы, но как бы пока это такая предварительная информация. Вообще по поводу народных посольств и по поводу такого как бы легального статуса, то есть это не зарегистрированные организации, это инициатива именно диаспоры и поэтому тут как бы такой немножко двоякий статус, во-первых, как бы что мы не классический НГО, поэтому как бы представители демократических сил это позволяет нам как бы работать со всеми демократическими силами и представлять как бы их всех, а с другой стороны конечно не хватает для европейских политиков какого-то формального статуса, несмотря на то, что как бы представители офиса Светланы Тихановской и НАУ присутствовали на церемонии открытия народных посольств и так далее. Но как бы здесь идет такая легализация именно через работу, если мы говорим про такие вот легальные, ну какие-то вот вещи уже такие более-менее официальные, то есть например в Швеции вот как вы упомянули был заключен брак, при том он официально признаваемый законодательно в Швеции. В Швеции же представитель народного посольства присутствовал, официально представлял НАУ на саммите ОБСЕ. из недавних таких случаях, когда в Бухенвальде на там памятные церемонии отказались приглашать послов Россия и Беларуси и вместо них представляли Беларусь Павел Латушка и представитель народного посольства Беларуси в Германии. То есть вот как бы через такие вот вещи как бы мы легализовываемся, плюс, например, когда там проходят визиты там или НАУ или там приезжает Светлана Тихановская страна, мы тоже стараемся участвовать во всех вот этих встречах как бы как представитель народных посольств и для того, чтобы налаживать вот эти как бы личные контакты и дальше продолжать быть такой связующим звеном как бы для политиков и как бы для беларусских демократических сил. Что же, как бы если мы говорим по поводу того, как нам удается влиять на политику Стан, то есть как бы во-первых, то есть для народных посольств, да, то есть эта работа это по сути информирование. То есть у нас есть еженедельные дайджесты, которые мы рассылаем там членам парламента, членам там Европарламента, правительства и так далее, в которые мы, соответственно, включаем новости актуальные для Беларуси для того, чтобы они как бы оставались в курсе и чтобы они не терялись. Если происходят какие-то важные события, соответственно, это тоже вся информация отправляется. И сейчас, конечно, очень много вот этих вопросов по поводу статуса беларусов, как бы в том числе в этих странах. По поводу того, как бы как мы работаем и пытаемся вот там защищать беларусов и так далее, здесь очень правильно сказала Кристина по поводу того, что это коллаборация. Очень многие вопросы невозможно решить на нашем уровне, да, потому что мы вот по сути такая как бы общественная инициатива. и как бы вот то, как мы опять же выстраиваем работу с офисом, да, это мы готовим какую-то информацию базовую, которая есть в стране, например, о проблемах в беларусах, о том, как это прописано в законодательстве, о том, какие политики и государственные институты могут эту проблему решать. Возможно, готовим там какой-то проект документа, как бы, да, который дальше нужно будет там лоббировать, и вот эта вся информация дальше передается как бы там в офис и нау, для того, чтобы они могли дальше решать уже как бы на своем уровне. То есть это такая наиболее эффективная, ну, как бы, наиболее эффективный такой механизм обработки. Еще хотела бы сказать по поводу того, что, ну, как бы, тут по поводу результатов каких-то очень сложно говорить, насколько это повлияло и не повлияло. Вот заявление политика, это потому что мы с ним встречались и потому что мы отправили ему письмо или потому что он просто вот как бы сам так решил. но как бы основная наша задача, да, помимо информирования, это все-таки изменение общественного мнения, мы очень много тоже работаем с медиа в наших странах, да, то есть, например, информация о каких-то там событиях или пресс-конференции, которые объявлялись, вся эта информация, как бы, она передавалась в том числе там в СМИ в каждой стороне, собственно, вот где там активно работают народные посольства. И немножко еще хотела рассказать по поводу того, вот какая ситуация сейчас после начала войны, потому что даже, например, в Словении, где отношение к Беларуси, ну, такое как бы со стороны правительства хорошее, например, наша диаспора столкнулась с тем, что с нами отказались сотрудничать в культурном проекте на основании того, что мы страна агрессор. И это было, конечно, очень как бы обидно, потому что, ну, вот мы там давно работаем, мы давно там боремся, соответственно, с режимом Лукашенко у нас в диаспоре есть люди, которые, несмотря на то, что они уже живут в стране, были вынуждены получать статус беженца. И это вот как бы вызвало такое, не знаю, вот возмущение, что ли, что вот возникла идея, очень быстро как бы ее вот реализовали, сначала в народных посольствах поговорили, потом, соответственно, подключились с диаспор к такой вот компании, ну, как бы антихейты белорусов, да, то есть есть похожая компания, и часто она так переплетается белорус с Украиной. То есть то, что мы вот как бы предлагали сразу делать, как бы, да, как вот ответ на вот эту компанию на стигматизацию белорусов, то есть первое, это, собственно, защищать белорусов на политическом уровне, да, то есть это больше делают вот как раз там организации, там, центры помощи, там, и народные посольства. Второе, это помогать украинцам и показывать солидарность. И это то, что в любом случае белорусы как бы делали, ну, вот мы поговорили еще раз как бы важность этого, да, то есть приходить там в помощь, где собирают, в центры, где собирают гуманитарную помощь, вывешивать флаги, приходить на все там акции поддержки, потом приходить с белорусскими флагами обычно, это хорошо воспринимается. Это там финансовая помощь, это, не знаю, там, значки, это, вот как у нас, например, там делали сами эти значки, делали флаги, помогали собирать, собственно, вот пожертвования благодаря этому, и вот это как бы украинцами воспринимается очень хорошо, и, соответственно, как бы еще плюс к этому и вот распространение актуальной информации, правдивой информации о войне. Третье, это рассказывать о том, как белорусы помогают, потому что это тоже очень важно. Вот мы говорили о батальоне Каспуся-Калиновского, но как бы есть вот и другие еще, есть там рельсовая война в Белоруссии, есть как бы нужно приносить информацию, а почему белорусы не выходят там на массовые акции, и вот это, да, такое возвращение честного имени белорусов, это то, что вот мы как бы все делаем. И, собственно, четвертое, это, да, это попытка поменять в сознании людей, разделить, собственно, народ Белоруссии, который в этой войне на стороне Украины, и режим Лукашенко, который в этой войне, собственно, союзник Путина. И вот эта работа, она тоже как бы шла, и во всех диаспорах, вот в том числе, да, то есть это были открытые письма, это были многочисленные интервью в СМИ, это, опять же, там участие, как бы такие блиц-интервью во время акции, когда мы выходили туда с белорусскими, украинскими вместе флагами. Ну, то есть, вот эта работа, я думаю, что вот сейчас ее делают очень много кто, да, то есть мы просто вот прописали вот эту концепцию, как мы назвали, такое дополнение к манифесту антивоенного движения, которое объявила Светлана Тихановская, вот, и, собственно, вот эту работу мы как бы делаем все постоянно и максимально о ней рассказываем для того, чтобы не терялась Беларусь как бы из повестки и, соответственно, как бы такие вот примеры того, что мы делаем. Слушай, Александра, большое спасибо и за этот рассказ и, конечно, за то, что вы делаете. На самом деле, у нас как раз заканчивается наше время, поэтому я хотел узнать, Наталья, у нас кто-то, по-моему, писал в чате какие-то желания задать вопросы, так? Да, насколько я поняла, это наш участник Татьяна. Единственное, что она не обозначила, какой именно вопрос, но раз все-таки, да, есть такая возможность. Татьяна, вы попробуйте озвучить, а мы уже будем, спикеры поймут, могут ли они в рамках этой дискуссии ответить, либо, возможно, это будет что-то дополнительное. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, меня хорошо слышно. Да, вас прошу слышно. Отлично, может быть, да, если вы сколько можете, представьтесь, откуда вы... Да-да-да, конечно, конечно, да. Меня зовут Татьяна, я белорусская, как раз отношу себя к категории беженцев. Первая война, октябрь 20-го года, я двое детей, медамы, безвест, мы здесь до сих пор, хотя мы думали, что мы вернемся к Новому году, и 21-й год мы уже будем дома, я думаю, как большая часть белорусов. Я хотела бы привлечь внимание в вас, ваше, как раз, в той части проблем, которую Кристина обозначила как легализационно-адаптивное, это образование и язык, и причем не взрослых, а именно детей. Дело в том, что за последние два года очень много белорусов, детей из Беларуси, а сейчас уже из Украины, приехали в Польшу совершенно спонтанно и действительно не готовились к этому заранее и не имея никакого языкового хорошего уровня. Я сейчас, как мама двоих детей, наблюдаю то, что уровень образования моих детей очень-очень низкий. Это связано именно с тем, что мы не владеем языком, и мои дети не могут полноценно сейчас выучить литературу, историю, географию, математику, и они совершенно не дискутируют на уроках, они не высказывают точку зрения свою, их стараются учителя тоже не трогать, с пониманием, то есть они все относятся очень бережно, очень заботливо, но эта забота приводит к тому, что дети не проявляют активность, сами боятся, учителя боятся их, все связано с тем, что они даже не могут освоить этот материал. Мы пробовали очень много всего, мы сидели с переводчиками, я начала искать какие-то возможные варианты, как выйти из этой ситуации, я нашла ребят, айтишников, наших белорусов, которые сделали в свое время хорошее очень приложение, в которое можно закачать книжку и получить такой хороший ресурс для изучения языка, когда ты читаешь на польском, например, но слово, которое ты не знаешь, нажимаешь пальчиком в приложении и находишь перевод. Таким образом, я попыталась это интегрировать. Ну, если да, можно, Татьяна, про обращение на вашем доме времени, давайте переходить к вопросу. Я просто к тому, что есть идея, как решить вопрос, чтобы дети могли улучшить уровень образования наших детей. Но я с тобой, что вот я сама индивидуально, даже имея ребят-разработчиков, мы не можем, например, получить доступ к Тексту форматам всех книг, чтобы продолжать. Ну, то есть, есть ли возможность вот как-то продвинуть такую инициативу, привлечь внимание к тому, что, ну, что мы получим через 10 лет, я не знаю, не образовываются или больше увеличат, потому что сейчас детей очень много в Беларуси, и мы не дополучили в свою страну образованных детей. Я вижу эту проблему. Куда можно еще направиться, чтобы получить способствующую помощь, пока что, потому что даже на официальном уровне, на самом деле, решение достаточно пустое, оно существует. Ну, не знаю, как бы. Спасибо большое. Мне кажется, это, безусловно, важная проблема, и даже я там, хоть и понаслышке, но знаю про проблему изучения польского языка и нехватки. Ну, говорят, что спрос все стало сильно выше, чем предложение. Ну, что, Кристина, может, есть какие-то идеи, куда с этой проблемой можно пойти, кто действительно готов помочь? Я просто, если честно, не совсем поняла решение, то есть разработка приложения, в которое загрузите, ну, то есть в этом решение вы видите, да? Смотрите, да, я прошу прощения. Это приложение позволяет загрузить для каждого класса весь пакет, весь пакет книг и иметь возможность ребенку на приложении их прямо изучать. Ты просто открываешь книгу, читаешь ее на польском, если что-то не понимаешь, ты там называешь, и ты там переводишь. Все, поняла, то есть речь не о художественных книгах всех на свете, а именно о школьной программе. Все, класс, это очень важное замечание. Слушайте, ну, я первое, что скажу, проблема образования, очевидно, ну, уже все начинают понимать, то есть раньше мы такие более как бы реактивные вопросы видели, да, то, конечно, сейчас уже понимая, что все затянулось на проблему образования, там, медицины и так далее, конечно, начинаем обращать внимание. Тут есть еще и другой разворот. Многие родители хотят учить своих детей в белорусскоязычных школах, да, там, и учить в белорусской культуре, а не истории Польши, истории там и культуре Польши и так далее. Ну, я имею в виду другие страны. А, кстати говоря, я прошу прощения, можно перебью? Если мы запускаем эту программу сейчас здесь для польских детей, когда заканчивается Лукашин, я надеюсь, и мы все переедем в Беларусь учить белорусский, те, кто не говоря, это приложение прекрасно нам поможет это сделать и для взрослых. Это вопрос инструментария, конечно, да, то есть это вопрос инструментария, потому что я думаю, что вариантов решения больше, чем один, да. Тем не менее, ну, идея интересная, да, потому что я сама человек, который пытается учить польский, скажу честно, что тоже иногда хочется сесть, почитать какую-то книжку, а по большому счету ты понимаешь, что тебе придется искать словарей, и не то чтобы очень много есть каких-то польско-русских словарей, где все там сразу будет сходу понятно, да. То есть идея мне нравится, она интересная, у меня нету схода решения, что с этим делать, ну, в плане, кому пойти, как это решать, но давайте как бы начнем с вопросом компетенции. Есть явно министерство, которое отвечает за такие вопросы, да, то есть и... Я обращалась даже, я даже нашла институт ксеншки, книжки в Кракове, я написала им, у них есть даже программа, они выделяют какие-то гранты для развития, вот это всего. Мне никто не отвечает. Ну, смотрите, Татьяна, мы можем пойти по такому пути, я сейчас скажу, а, вы уже все сделали, и ничего не получилось, ну, тогда нет, проблему невозможно решить, все, на этом, я думаю, мы заканчиваем, да. Либо есть альтернативный вариант, я как бы, ну, не уверена, что прям я буду вам помогать, хотя вопрос интересный, но это всегда, вот помните, про что я говорила там, про коллаборацию, да, ну, не преувеличивая, не преуменьшая, может быть, если, не знаю, мы попробуем обратиться туда, результат будет какой-то, да, а это как бы вопрос моего предложения к вам, напишите, на сайте Тихановская есть почта представителя по правовым вопросам, я ее проверяю даже, и читаю, и все письма как бы обрабатываю, вот, поэтому вы можете там написать на почту, и мы с вами, ну, то есть напишите только конкретно, что, к чему, как, и я это обработаю, и подумаю, как это решить, то есть, каким-то, может, обращением, какими-то предложениями, ну, условно говоря, рабочая группа по образованию, по-моему, неплохая идея, да, вот, поэтому, почему бы нет, давайте попробуем это сделать, то есть, я вижу, что у вас есть инструментарий, но надо просто понять тогда, как это, ну, соединить вас с государственными органами, потому что, ну, никто, кроме государства, это как бы решать не будет. Ну, мое предложение... Спасибо, Татьяна и Кристина. Да, я вижу, что у Александра поднят рука, может, уже есть идея по народным постоянствам этой истории? Ну, даже не столько идеи, но просто есть же представитель по образованию еще в офисе Светланы Тихановской Татьяна Щуцова, насколько я помню, то есть, возможно, вот как раз рабочая группа и с ней тоже должна быть, чтобы такой вопрос решать. Ну, все совпало очень классно, что представитель по правовым вопросам находился на территории Польши в тот момент, когда в Польше начался гуманитарный кризис. То есть, тут, понятно, я по компетенции, я согласна, Татьяна, в этом плане, для вас более, как бы, компетентный, представитель, да. Соответственно, как бы, а я вообще скажу, что я, честно сказать, я не представитель, я исполняющий обязанности представителя. Вот. Но тем не менее, то есть, пока я, как бы, исполняю эти обязанности, то есть, я могу вам помочь, но, то есть, скорее всего, наверное, это тогда будет какая-то совместная работа представителя по образованию и представителя, там, ИО представителя по правовым вопросам, который находится здесь, на территории Польши. Ну, как бы, то есть, почему нет? то есть, просто вы можете написать мне, потому что я уже понимаю, о чем речь идет, и, по-моему, мне гораздо проще будет объяснить об этом. Хорошо. Спасибо большое. Татьяне. Вот. Так что, ну, такой вот вариант. Да, можно написать мейл Кристине Татьяне, и больше того, я скажу, например, куда, да, Татьяна, я вспоминала, проблема того, что где, собственно, эти саммиты выложены в открытом формате поиск учебники. Вот я, например, знаю, что все белорусские учебники, причем даже не только стандартный комплект, но даже разные комплекты по белорусским школам, я, например, знаю сайт, где все эти учебники в Белоруссии можно прямо сейчас откуда-то взялись в крючок. Но у меня есть некоторые подозрения, что далеко не все люди, в общем-то, легко знают, где этот сайт, потому что, прямо скажем, сайт не то, чтобы сильно классно продвигать. Поэтому даже вполне возможно, что и в Польше такая возможность есть. Поэтому, да, можно... Возможно, есть. Возможно. Да, Мне нравится изменение вашего настроения в пользу возможностей, потому что, когда вы говорите, что невозможно, мы все попробовали, ну, тогда как бы... Ну, да, тогда как бы, я думаю, опять же, есть, например, что там какие-нибудь польские эксперты по образованию, вполне возможно, что они тоже, чем мы знаем, такое... Действительно, они точно знают, что такое, что не знают ни я, ни вы. Наверное, это можно узнать. Поэтому, в общем, в любом случае... Спасибо вам, не каждая проблема обсудили, даже знаем, что дело дальше. Мне очень приятно, что мы можем нашу сегодняшнюю дискуссию завершать вот на такой очень конструктивной ноте, потому что мы не только обсудили все глобальные проблемы, исходя из разных опыта разных стран, но и в итоге это вышли даже на очень конкретную проблему. И на конкретном примере увидим, как можно с помощью, с одной стороны, людей, которые небезразличны, которые лично с проблемой столкнулись, пытались найти разные способы, есть идеи, хотят решать. И, да, есть возможность в такой коллаборации и сотрудничества тех, кого больше опыта именно в адвокатировании, в продвижении на государственном уровне. И это все может помочь разные проблемы релокантов решать. Поэтому я бы хотел еще раз сказать большое спасибо всем нашим сегодняшним участникам. Я знаю, насколько все, насколько все заняты, насколько у Кристины есть чем заняться и в самой, и в рабочей группе, насколько у Жени стоит очередь бизнеса, который хочет консультироваться. Я знаю, Александра, сколько есть в народных посольствах и проблем. А уж у Алины во Львове и уж тем более и воздушная тревога может в любой момент начаться. Алина, не подготовлена с нами, я думаю, я буду сидеть. Да, 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 опять же. Поэтому еще раз всем огромное спасибо. Спасибо большое всем всем нашим партнерам, кто помогает все это организовывать и продвигать. И тогда всем, наверное, хорошего вечера в пятницу и до новых встреч на площадке Экспертно-аналитического клуба. Спасибо.